А вывод о том, как изменился мир и как изменили Соединенные Штаты, мы, может быть, сможем сделать вместе после моего рассказа. События, которые предшествовали принятию Ленд-Лиза 41-го года, очень хорошо известны. Если сейчас не вспоминать детали международной обстановки 40-го года и саму войну, которая шла с сентября 1939 года, и ту страшную ситуацию, которая находилась в Британии, и те все дебаты за и против помощи Англии в американском обществе и в Конгрессе, а я должен сказать, что дебаты были в основном против помощи Англии, то начало плана Ленд-Лиза надо отнести к 9 декабря 1940-го года. В этот день Рузвельт, президент, получил письмо, 4000 слов от Черчилля. Черчилль считал это письмо самым главным в своей жизни. И в нем, в этом письме, он честно обрисовал обстановку на фронте, обстановку в стране и ясное понимание того, что без помощи Америки Британия может не выставить. Цитата из письма. Опасности для Великобритании быть уничтоженной одним ударом удалось избежать. Но и на ее место пришла длительная, постепенно становящаяся более серьезной опасность. Не такая внезапная и не такая яркая, но такая же смертельная. И дальше из того же письма. Подходит момент, когда Британия не сможет платить за заказанные корабли и за перевозки товаров. «Я полагаю, что вы, господин президент, согласитесь, что будет неверно в принципе и крайне невыгодно для обеих сторон, если на пике борьбы с врагом Британия будет раздета догола». Конец цитаты. Это письмо стало тем камушком, который вызывает долго созревающие лавины. После этого, после 9 декабря, все завертелось с невероятной быстротой. 4-5 дней у Рузвельта ушло на то, чтобы придумать решение. 17 декабря Рузвельт объявил о своем решении на пресс-конференции. Абсолютно неожиданным решением, не согласованным ни с кем. Даже самые близкие помощники не знали о том, что он придумал. 29 декабря, когда Конгресс был на каникулах, Рузвельт произнес знаменитую, транслированную на всю страну речь, так называемую речь «Арсенал демократии», где обосновал для американского народа срочную и в любых необходимых размерах помощь Британии. На следующий день, 30 декабря, на узком совещании в кабинете Рузвельта были выслушаны конкретные просьбы Британии о военной помощи в 15 миллиардов долларов, что было полтора раза больше всего военного бюджета США 40-го года. Полтора раза больше всего военного бюджета Америки. Через три дня, 2 января, ушло указание от Рузвельта, Министерства финансов и министра Моргентау подготовить проект закона. Почему такое странное решение? Почему этот проект подготавливал не Министерство иностранных дел, а Министерство обороны, как должно было быть? Ну, мы об этом, может быть, поговорим в премиях. Но, тем не менее, 2 января указание подготовить проект закона ушло. 7 января проект закона был готов. И в этот же день, к вечеру, он был подписан всеми вовлеченными министрами и самим президентом. С получения письма Черчилля до создания закона и подписи его – это еще не прохождение через Конгресс. Это просто утверждение закона на уровне Рузвельта. Прошло меньше месяца. Потом возникли дикие трудности при проталкинного закона в Конгрессе. Все эти трудности были решены, и 11 марта 41-го года закон был утвержден Конгрессом. Американская промышленность уже к лету-осени 41-го года резко увеличила производство военной продукции. Напомню, что был очень существенно увеличен военный бюджет. С 2 до 10 миллиардов в 40-м году и до 29 миллиардов в 41-м. Это было еще до войны. Война для Америки началась в конце 41-го года. Так что при увеличении военного бюджета до 29 миллиардов промышленность могла не беспокоиться. Государство твердо обещало оплатить все заказы. Кстати, все ли понимают, как и в чьи пользу был решен вопрос о военной мобилизации экономики? Дискуссия о том, национализировать ли существенную часть экономики для военных нужд или оставить ее в частных руках, в принципе, был решен еще во время Первой мировой. В отличие от всех воюющих стран, которые в той или иной мере военную промышленность национализировали, Америка пошла совсем другим путем. Решающую роль сыграл человек, который знала, уважала и ценила вся Америка, но имя которого сегодня забыто. Вот тут я уже начинаю делать перскрин. Так, десктоп. Так. Сейчас, Игорь, попробуй, я попробую. У меня загружается. Так, Игорь, видишь? Игорь, видишь мой экран? Вижу. И я не один, кто это видит. Отлично. Единственное, там желательно кликнуть внизу, чтобы все это максимально увеличить. Сейчас я это сделаю. Там такая есть кнопочка. Вот так. Можно даже еще больше увеличить. Ну, уже больше у меня нет, некуда. Есть. Там, чтобы было весело. Ну, хорошо, это нормально. Окей. Вот этот человек, Бернар Барух, еврей из местечкового города Камптон в Южной Каролайне. Он стал ко времени Первой мировой очень известным и богатым американским финансистом, но, возможно, для своего времени и самым известным теоретиком и даже философом капитализма. Он стал экономическим и финансовым советником президента Вильсона. И именно он после сложной и противоречивой дискуссии в Конгрессе и администрации убедил Вильсона и верхушку власти в эффективности частного производства даже в условиях военного времени. Именно он на самое важное время Великой войны, это Первая мировая война, на самой важной должности во время войны главы World Industrial Board на практике доказал правильность такого подхода. Поэтому во время Второй мировой войны и Ленд-Лиза самый важный вопрос уже был решен. Мобилизационное производство останется в частных руках. Как уже гораздо после Второй мировой войны экономисты посчитали, что одно это простое административное решение увеличило скорость производства вооружения примерно на два года. Немножко позже было решено, что новый World Industrial Board, который после нескольких переименований назвали просто Мобилизационный комитет, возглавит не менее эффективный и очень толковый руководитель Джим Бирнс. А советником у него, как и советником Розельта, во время войны оставался барох. Итак, на территории Америки производилось огромное количество военного снижения и всего другого для военных нужд, как союзников, так и Америки, которая вступила в войну 7 декабря 1941 года. Но война-то шла далеко-далеко от Америки. И все это вооружение и прочие инструменты войны не имели никакого практического смысла, пока их не доставили для воюющих армий и в помощь населению воюющих стран за тысячи миль от Америки. А по условиям того времени это можно было сделать только морским путем. Для доставки многих миллионов тонн грузов из США в Англию и страны Содружества, в азиатские и европейские порты для воюющей американской армии, а также в Мурманс, Архангельск, Владивосток и иранские порты для советской, нужны были грузовые корабли. Средний грузовой корабль предвоенного времени был грузовмещением около пяти тысяч тонн. Сегодня известны масштабы перевозок по ленд-лизу. Более 70 миллионов тонн. Для Советского Союза тоже известно количество перевезенного. Это 17,5 миллионов тонн. Если разделить 17,5 миллионов тонн ленд-лиза на пять тысяч, то получим 3,5 тысячи рейсов только для доставки грузов в СССР. Это не считая примерно 4 миллионов тонн английской помощи СССР, которая была до того, как американская помощь пошла в Архангельск и Мурманс. Но грузам по ленд-лизу, надо добавить грузов для американской армии в Европе, они тоже известны, 22 миллиона тонн. И уж никак не меньше в Азии. Если мы разделим на количество дней войны, то 20 кораблей с грузами должно было отправляться из США в Европу и Азию ежедневно, без выходных, в течение четырех дней. И это, если не считать потери кораблей от немецких атак. У Соединенных Штатов не было достаточно кораблей для перевозки груза в таком количестве. Если сказать прямо, если сказать честно, то не было даже близко. Собственно говоря, это было известно во время принятия закона о ленд-лизе. Поэтому в традиционном ежегодном обращении к нации 6 января 1941 года ФДР как бы мимоходом произнес «Мы начинаем программу строительства больших грузовых кораблей под измещением 7,5 тысяч тонн». Но начавшаяся вскоре Большая война существенно изменила планы в сторону как увеличения размеров кораблей, так и их количества. Ну, собственно говоря, переходим к самому содержанию рассказа. United States Maritime Commission, USMC, была создана специальным законом Конгресса в июне 1936 года. До нее в Америке уже была подобная организация, которая занималась строительством гражданских грузовых кораблей. В Америке в основном для нужд Первой мировой войны. Поэтому некоторый опыт в строительстве организации в стране был. USMC представляла из себя независимую, но являющуюся частью исполнительной власти организации. Комиссия была создана для разработки и руководства программой строительства примерно 50 грузовых и пассажирских кораблей различного назначения в год. И была рассчитана на 10 лет. То есть 500 кораблей за 10 лет. Такой был план 1936 года. Эти корабли должны были заменить старые, сильно устаревшие корабли, постройки на человека и постройки Первой мировой войны. Прием были закона 1936 года, было сказано. Разработать и организовать программу постройки грузовых кораблей, способных эффективно осуществить перевозки по океанам, существенную часть экспорта и импорта иностранной торговли Соединенных Штатов на кораблях, оборудованных самым современным образом, безопасных и удобных, укомплектованных, подготовленными американскими экипажами, построенными гражданами Соединенных Штатов и дальше, и способными к службе в военно-морском флоте и в помощь американской армии в случае войны или другой национальной ситуации. Так, а почему у меня, а почему у меня, ага, вот так. Это официальная эмблема «Ships for Victory» – «Корабли для победы». Это официальная эмблема этой организации USMC. Программа в своей конструкторской, технологической и бюрократической частях финансировалась полностью изгод бюджета федеральными деньгами, а строительство – частично из бюджета, частично частным капиталом. В мирное время корабли были обычными гражданскими кораблями, но так как они были органичной против вспомогательной части военного US Merchant Marine, а US Merchant Marine относился к Navy, военно-морскому флоту, то в военное время эти корабли могли быть мобилизованы и должны были служить помощью американскому военно-морскому флоту. Поэтому их капитаны были одновременно в резерве военного флота, в офицерских званиях. То есть, в отличие от чисто военных программ по строительству кораблей военных, а также тех грузовых, которые строились из военного бюджета по программе US Merchant Marine, эти корабли можно было назвать полугражданскими, полувоенными. Кто строил торгово-грузовые корабли во время войны? Две основных организации. US MC, та, о которой я говорил, полугражданская, полувоенная. Эта программа финансировалась отдельной строкой и бюджетная флота, но команда состояла из гражданских и военных. Погибшие относились к гражданским или военным потерям. Ну и старая программа, которой было уже 200 лет, US Merchant Marine – это военный торговый флот. Команда полностью состояла из американских военнослужащих и погибшие относились только к военным потерям. За время войны построено всего военных и грузовых в Америке около 6 тысяч кораблей, плюс 23 тысячи десантов. Программа US MC включала два типа сухогрузов и несколько типов вспомогательных кораблей – танкеров, ремонтных доков и тому подобное. Все грузовые корабли должны были по программе в качестве силовой установки иметь современные паровые турбины. Это требование оказалось фатальным для довоенной программы. Высокооборотная паровая турбина, само по себе очень легкое в изготовлении для того времени, требует очень громоздкий и сложный редуктор для передачи быстрого вращения вала турбины на медленный ходовой вал винта корабля. А в стране были очень ограниченные возможности по производству как турбин, так и редукторов, таких огромных. Кроме того, применение турбины в качестве основного двигателя требует совсем других, более высоких стандартов по установке и балансировке, чтобы исключить ненужные вибрации. Все эти сложности, а также многое и другое, но в большей степени ощущение несрочности и неважности программы – напомню, это была довоенная вина – привели к ее фактическому провалу. Очень немногие корабли по первоначальному плану были построены к началу 1942 года, то есть к началу войны для Америки. А война в Европе началась осенью 1939 года и сразу же прямым образом коснулась Британии, которая стала быстро терять торговые корабли. Британия только за три месяца, с декабря 1940, по конец февраля 1941, потеряла 132 корабля. Это было в три раза больше, чем в эти же месяцы англичане могли построить. А поскольку все судостроительные заводы Британии были полностью загружены, то английская государственная организация, подобная американской USMC, еще в начале 1940 года, то есть в начале войны для Британии, обратилась за помощью к Америке. Первый заказ был на 60 торговых кораблей серии Ocean Class. Это была старая разработка английской компании Thompson & Sun. И несколько кораблей этой серии, конструктивно и технологически улучшенные англичанами, в 1939 году, также в 1939 году были построены и плавали под английским флагом. А сама первоначальная разработка проекта этих кораблей относится к древнему 1879 году. То есть фактически это были корабли 879 года, улучшенные слегка в 1939 году. Англичане передали контракт на строительство этих кораблей двум американским компаниям. Компания Тодд Шипьярд на Атлантическом берегу и Хенри Кайзер, перманентный металл Тодд, на Тихоокеанском. Вот это длинное название, в дальнейшем буду говорить просто Кайзер. Каждой из этих компаний было дано заказ на 300 кораблей. По техническому заданию новые корабли должны были быть выше, длиннее, и их разместимость должна была быть увеличена до 10,3 тысячи тонн. Компания Кайзера уже владела с удостроительными мощностями в штате Орегон. Я уже была одним из участников программы USMC. Но из-за полной загрузки заводов в Орегоне решила построить новые мощности в городке Ричмонд, что километрах в 30 северо-восточнее Сан-Франциско, на противоположном от города берегу огромного Сан-Франциского залива. В свою очередь, после сентября 1939 года угроза большой войны составила всех в Америке, вовлеченных в процесс проектирования средства кораблей, шевелиться существенно быстрее. Из-за событий в Европе была изменена первоначальная программа UCM, USMC. Она была увеличена в 1939 году до 100 кораблей в год, помните, в начале 50 было, в 1940 до 200, и в январе 1941 до 400 в год. Все это еще было за год до войны для Америки. За неимением ничего более подходящего, за основу как бы будущего полугосударственного полувоенного флота был взят именно английский старинный проект. У американской USMC по поводу английского проекта возникло несколько серьезных вопросов и не менее серьезных проблем. Во-первых, с точки зрения конструкции и технологии это был огромный шаг назад. Силовая установка корабля был, можно сказать, античный, а можно сказать старинный, старинный, а можно сказать античный, трехступенчатый паровой двигатель мощностью всего-навсего 2500 лошадиных сил. Он был огромной высоты в чем-то метров и весом в 140 тонн. Топлиум для котла был каменный уголь. Если вы увидите мою улыбку, то примите это как очень странное дело. В 1940 году строить корабли на каменном угле. Угля, в отличие от нефти, в Британии хватало. Во-вторых, скорость такого корабля была порядка 10 морских миль в час. На полном форсаже 11-11,5 миль. Были проблемы, были проблемы по конструкции, например, неудачная конфигурация полотностроек, центральное расположение двигателя, но хватало и сказанных. А главной проблемой оказалось отсутствие свободных доков и стопелей на американских судостроительных заводах. Все места были заняты строительством по вышеописной программе USMC, по программе военного флота и по выполнению частных заказов. Как я покажу ниже, американская судостроительная промышленность в середине-концу 30-х годов практически не существовала. USMC быстро модифицировала силовую установку, оставила, благодаря надежности отработанной годами, тихоходный паровой двигатель, но перевела котел с угля на нефтепродукты, на мазут. Была существенно изменена архитектура напалок настроек, смещено расположение двигателя, что уменьшило размеры ходового вала, сделаны многие другие изменения для упрощения конструкции. Основное достоинство английского корабля – простота изготовления, эксплуатации и связанное с этим дешевизное строительство от этого только выиграли. И было сделано еще одно, возможно, самое главное и принципиальное изменение. Оно было связано одновременно с проектированием и с технологией. Заклепки при сборке корпуса почти полностью заменили сваркой. Как показали предварительные расчеты, а позже подтвердила практика, этим на одной трети были сокращены затраты труда при постройке корпуса кораблей. новый проект корабля обозначили и Си-2, и от слова Эмершнси, Си от слова Карго, а цифры 1-4 означали разную длину. Сам распространенный вариант цифра 2 соответствовал длине 123-140 метров. Напомните, стадион футбольного длина 110 метров, почти полтора стадиона. В середине марта 41-го года, после программы старта ленд-лиза, стало ясно, что кораблей понадобится много, много больше, чем кто-либо когда-либо мог предположить. USMC, впечатленная скоростью постройки завода компании Кайзера в Личмонде и блестящим опытом организации строительства английских кораблей, помните, поэтому заказывал 30 кораблей, срочно запросила у Кайзера рекомендации по расширению программ. К этому времени Кайзер Перманента Металтод и Тодд Шипьярд разменяли свои активы и активы компаний друг друга и стали полностью независимы на соответствующих побережьях. Кайзер и USMC быстро пришли к соглашению о сотрудничестве и рядом с уже работающим судостроительным заводом или верфью или по-английски это называется Yard то вот по соседству с Yard номер один заложили Yard номер два. Вначале на шесть стапелей, то есть на заводе можно было строить одновременно шесть кораблей. Вскоре его расширили до девяти, а потом до двенадцати стапелей. так и темнел. У меня не работает система. Я хочу игре просто еще кнопкой передвигать, но у меня что-то не работает в эту сторону. тогда мне придется дергаться. Это очень неприятно. Окей. Вот это общий размер уже построен. Игорь, стрелками, просто пользуйся стрелками вверх-вниз. Не работает стрелка, Игорь. Как же так? Не знаю, Игорь, не работает. Ну ладно, забыли. Ладно, все. Забыли. Значит, вот это Кайзеровский завод, верфь номер два. Вот этот гигантский размер, потом были четыре завода, это завод номер два. Вы можете посчитать, 12 стапелей, вокруг него совершенно гигантское все, что вы видите, это завод, а в нижней части, вот там, где я стрелкой сейчас кручу, это, и вот это вот, вернее, вот это вот, это доки доделки. Когда корабль спускался на воду, его отбуксировали к докам доделки, где комплектовали еще 7, 10, 12 дней всем необходимым, там его принимала комиссия флота военного, и после этого он уходил уже в плавание. Вот, так что вот это вот, так выглядели по размерам за один год построенные заводы. В 1942 году был построен завод номер 3 для строительства судов для перевозки войск, а затем завод номер 4, где строили военные фрегаты, танкеры, большие десантные корабли и строили новую серию уменьшенных судогрузок, которые использовали в основном для коротких перевозок грузов между островами на Тихом Тихоокеанском фронте. 27 сентября 1941 года на торжественном спуске первых 14 кораблей на оригунской фельфе Кайзера присутствовал президент Трусберг. Он объявил этот день Liberty Fleet Day днем флота свободы. После чего все новые грузовые корабли по новой программе уже по новой программе USMC получили название корабли серии Liberty и стали отдельным классом внутри стандартных классов грузовых кораблей. Первый спущенный на воду корабль назвали SS это State Ship SS Patrick Henry в честь революционера и патриота известного фразы «Дайте свободу или дайте смерти». К концу войны этот класс кораблей стал самым большим и самым знаменитым в истории судостроения. Всего на 33 верфях 18 американских компаний за 4 года с середины 41 до середины 45-го было построено 2710 кораблей. Повторяю для убедительности 2710. По два с хвостиком корабля в день. Потому что на большинстве заводов была шестидневка. А поскольку примерно год ушел на строительство заводов, то вернее будет цифра «Три корабля в день строились». Кто это смог делать и как это делалось? Программа USMC осуществлялась на заводах обеих побережья Америки. И я обоих побережью. И я расскажу, как это делалось только на западном, тихоокеанском побережье. Исторически в 18-19 веках почти все американские корабли, гражданские, военные, строились в бухтах Атлантики. Парк 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 от Балтимора до Мексиканского залива на юг и до Мэна, Вирджиния, Мэн на север. До Первой мировой войны очень немногие судостроительные мощности для строительства стальных кораблей существовали на цехном океане. И в основном это были ремонтные базы военно-морского флота. Единственным серьезным исключением была компания «Бетхелемшопербилдинг» в Сан-Франциско, которая строила стальные корабли разных типов. Первая мировая война вызвала необходимость резкого роста военного судостроения. И всего с 2013 по 2018 год в стране было построено 396 военных кораблей и несколько тысяч грузовых. Из этого количества определенное большое количество эсминцев и прочих было построено в Сан-Франциско на верфях «Бетхелемшопербилдинг» корпорейшн и несколько еще десятков на других верфях города Сан-Франциско. Но после войны образовался такой избыток кораблей, как военных, так и гражданских, что судостроительная промышленность в стране на обоих побережьях практически умерла. За 15 лет, с 1922 по 1937 год, в Америке было спущено на воду только два больших судогруза, несколько танкеров и 20 пассажирских кораблей. По всей Америке за 15 лет. Поэтому к началу Второй мировой войны все пришлось начинать почти с нуля. Вторая мировая для Америки началась и долго продолжалась на Тихом океане. Логично было строить корабли поближе к фронту. Для этого западному побережью понадобилось огромное вливание денег и ресурсов, чтобы строить заводы в самом прямом смысле на пустом месте. В течение войны USMC потратила 13 миллиардов долларов в деньгах того времени, или примерно 250 в деньгах нашего, на строительство грузовых транспортных и других кораблей. Половина этих денег ушла на Тихоокеанские верфи. В то же время Министерство военно-морского флота израсходовало еще больше – 18 миллиардов. Из них около двух с половиной ушло на Тихоокеанские верфи. Всего в программе USMC участвовало 18 крупных компаний. Ну и, естественно, многие сотни подрядчиков. По Тихоокеанскому побережью заводы были разбросаны от Ванкувера, Сиэтла, Токома, Портланды до Лос-Анджелеса. Но географический центр побережья район Сан-Франциско стал и центром всей западной части программы. Здесь во время войны были построены заново 14 больших судостроительных заводов. От Напа и Сеннивейл до Стоктона, которые выпускали многие типы транспортных и военных кораблей. Среди них около 20 подводных лодок, 30 эсминцев, 30 десантных кораблей, плавающие доки и много-много всякого другого. В основном это все выпускалось на крупнейшей и старейшей на Западе ремонтно-строительной военно-морской базе в Мари-Айленд-Вальеха и на базе Хантерпойнт в Сан-Франциско. На базе Вальеха во время войны работало около 50 тысяч человек. Кроме строительства новых, там было взращено в строй несколько сотен поврежденных военных и судовых кораблей. Я имел удовольствие и счастье побывать на военно-морской базе в Мари-Айленд и видел этот завод. Я вам должен сказать, что такого впечатления я в жизни не имел. Я, в общем-то, неплохо помню Ленинградский металлический завод. Я, в общем-то, был и на других крупных машиностроительных заводах. Но то, что я увидел на военно-морской базе Вальеха, этот гигантский завод по строительству и ремонту кораблей, это что-то совершенно невообразимое. Но если вернуться к нашим баранам, то главным достижением региона в Сан-Франциско стало строительство более чем 900 кораблей серии «Либерти». Только на четырех кайзерских заводах в Личмуде было построено 747 кораблей, из них 519 серии «Либерти». Как пишет Вики, уже достаточно важный центр судостроения во время Второй мировой войны стал самым большим и наиболее важным судостроительным регионом, который когда-либо существовал в мире. История стремительного рождения судостроения вокруг Сан-Франциского залива связана с историей индустриально-строительного конгломерата под названием «Шесть компаний». Конгломерат был в основном детищем, не побоюсь этого слова, великого человека – Генри Кайзера. В Америке его имя достаточно широко известно, как одного из величайших в истории организаторов индустрии, во многом куда более эффективного, чем Генри Форд, а также выдающегося пионатрописта. Но сегодня имя Кайзера больше понятно и известно по революционной медицинской страховой и реальной медицинской кампании Кайзер Перманента – первой в истории страны и одной из крупнейших в наши дни. Несмотря на размах своего бизнеса и организационные способности, несмотря на то, что в штате Орегон и в Ричмонде около Сан-Франциско уже во всю работали судостроительные заводы, в одиночку Кайзер поднять программу такой величины был не в состоянии. По его инициативе, по его общим руководствам был создан конгломерат из шести, к тому времени больших, известных, проверенных на огромных проектах компаний. Все они были в то или иное время партнерами Кайзера и его главной компанией Кайзер Перманента – Метто, начиная с Говерской дамбы, строительства Сан-Францисского Бэйбридж, Мэриландского аквиадука и многих-многих-многих других гигантских проектов. Все эти компании были сложнейшим образом переплетены финансами и даже родственными отношениями. Вот их имена. В этом списке интересная компания Макдональд-Эмкан. Та, которая выделена у меня красным шрифтом. Кто такой Кайзер? Каждый историк по обе стороны океана знает имя Альберта Кайзера, американца из немецких евреев, создавшего в конце 20-х и 50-х годов советскую тяжелую промышленность. Он приехал в Москву в 1927 году для участия в индустриализации. Приехал в Москву с 25 инженерами. В течение двух лет подготовил 4000 инженеров. И между 1929 и 1932 годом спроектировал и организовал строительство 571 объекта. В том числе тракторные, то есть танковые заводы Сталинграде, Челябинске, Харькове, автомобильные заводы в Москве, Нижнем Новгороде. Я не буду перечислять. Вся советская индустрия, каждый специалист это знает, даже русские уже не отрицают, была создана фирмой под названием «Госстрой» под руководством Кана. Мимоходом замечу, что еще больше Альберт Канн успел сделать в родной для него велике. В 1937 году каждый пятый строящийся завод в Америке был спроектирован фирмой Альберта Канна. Практически все заводы Форда. Он сам-то был из Детруита и начинал свою деятельность со строительства заводов Форда. Практически все заводы Форда, включая танковые и те авиационные, которые во время войны построили, среди прочего, 5000 бомбардировщиков Б-24. Я хочу просто напомнить, сегодня мало кто это помнит, что заводы Форда во время войны выпустили больше войной продукции, чем вся Италия. Но если вернуться в СССР в 30-х годах, то в Вике есть большая неточность. Реально всеми советскими проектами руководил через госпроект «Строй» родной брат Альберта, Морец Канн. Но в этой удивительной семье было много братьев, шесть. Все они были в свое время очень известными инженерами и руководителями огромных, гигантских компаний. Главой Макдональд и Канн был Феликс Канн, один из младших братьев Альберта. В архивах Сан-Франциского гигантского строительного конглаверата Бектол в настоящее время то ли второго, то ли третьего в мире по объемам строительных работ сохранилась интересная фотография, на которой изображены некоторые из руководителей шести компаний. Во время торжественного спуска на воду первого корабля серии «Либерти» на новых верфях «Саусалита». Я расскажу о них позже. Вот это занятная фотография. Слева Бектол, Кеннис Бектол, сын основателя компании. Справа Генри Кайзер. Слева – это менеджер, директор завода. Справа главный инженер. Центральное место на этой фотографии. И я думаю, не зря центральное место занимает Феликс Канн. Невысокий маленький еврей с совершенно феноменальных инженерных и организационных способностей. Я, Игорь, не знаю, успел ли прийти сегодня на эту презентацию человек по имени Кеслер, Слава Кеслер. Если он пришел, то это… Он обещал прийти. То это гид номер… Не номер один, а номер ноль в Сан-Франциско, который знает абсолютно все о Сан-Франциско. Я хотел ему задать вопрос, знает ли он, где жил в Сан-Франциско, Феликс Кеслер. Но если он присутствует, тогда пусть мне ответят во время премии. Да, у меня нет возможности проверить сейчас. Так что я надеюсь, что он присутствует. Бог с ним. Это, в конце концов, не так все и важно. Так вот, с начала… В начале 42-го года с расширением Эллен Глиза на СССР администрация Рузвельта поняла, что всего запланировано в 41-м году окажется недостаточно. И она потребовала от USMC срочно изыскать возможность увеличения выпуска грузовых кораблей. Вот теперь следите за моими руками, а вернее за датами. 2 марта комиссия USMC обросилась к Сан-Франциско Бектал-компании, одной из шести компаний, которые строили корабли, с просьбой предоставить соображения по строительству нового завода с таким расчетом, чтобы начать выпуск кораблей до конца 42-го года. 2 марта 42-го они позвонили, написали письмо, обратились к Бекталу. А уже 10 марта, через 7 дней, Кеннет Бектал вместе с небольшой группой инженеров и с конкретными, достаточно детальными предложениями по составу участников проекта, по месту предполагаемого строительства, по организации строительства, по срокам, по логистике получения комплектующих, по множеству других вопросов. Вместе с готовой сметой на 9 с лишним миллионов долларов улетел Вашингтон. Как это можно было сделать за одну неделю, сегодня представить просто невозможно. Я, честно говоря, несколько раз уточнал эти данные, пока я не прочел то же самое во внутренних архивах компании Бектал, относящиеся прямо к 42-му году. Я очень долго удивлялся, но потом я вспомнил, что в Сан-Франциско с 34-го по 37-й год одновременно строилось два гигантских моста. Бейбридж и Голденгрейд Бридж. Это были два проекта, на которые шло 10% американской стали. Все они были построены, оба они были построены за три года при абсолютном соблюдении сметы, первоначальной сметы. Ну и я понял, что, наверное, в то время, за семь дней, можно было осуществить то, о чем я вам рассказал. Уже 12 марта проект был утвержден. Этот завод не имел отношения ни к Кайзеру, ни к Бекталу. В основном, новый консорциум повторял шесть компаний, плюс в качестве партнеров были добавлены еще две. Но Кайзер на этот раз уклонился от общего руководства. Новая корпорация получила название Maryship Corporation. И поскольку кайзеровские заводы в Ричмонте к концу 41-го года занимали гигантскую территорию и места для расширения уже просто не было, то завод решили построить на новом месте. Люди, знакомые с пригородами Сан-Франциско, с трудом поверят, что этим местом стал город Саусалит. Сегодня один из самых привлекательных для туристов с инновидами, картины на галереях и ресторанах. Новый завод, рассчитанный на выпуск корабля Либерти на шести стапелях, проектировал тот же Феликс Кам. Люди работали семь дней в неделю, с семи до утра вечера, и строительство шло одновременно с проектированием. Место для строительства завода было заполоченным, поэтому после выравнивания площадки потребовалось забить в грунт примерно 25 тысяч деревянных сваек, на которых был построен завод и все остальное. Невероятно. Но 26 сентября 1942 года, на три месяца раньше запланирован на срок, то есть когда завод был еще наполовину готов, был спущен на воду первый корабль Уильям Ричардсон. Он был назван по имени человека, основавшего Саусалита, именем которого назывался залив, где был построен корабль. Корабль был заложен 27 июня и спущен на воду 26 сентября. Пять кораблей были готовы к концу года. Вот это вот верфи завода Саусалита. Шесть верфей. Вот там люди настолько маленькие, что они даже не видны. Конечно, вы должны понимать, что большая часть работ приходилось на предварительные сборки. Как цехок завода, это было нормой для всей программы кораблей «Либерти», так и за пределами. Где-то до трети комплектующих и сборок переходили в Саусалита, по железной дороге, заводы восточного побережья и среднего завода. Организация строительства поражает воображение. Уже тогда корабли собирались без какого-либо предварительного словировали комплектующих. Единственное, какие вещи складировали заранее, это листовой металл и металлические профили, из которых собирались корпуса, сваривались. Многие детали сборки поступали автотранспортом и по железной дороге. Завод был практически на 101-м фривее, и к нему было проложено несколько международных линий. И все система экранов передавалась прямо на стапель. Некоторые большие сборки корпусных частей, двигатель и другие крупные комплектующие передавались в совместные работы четырех мощных кранов. Суммарная длина подкрановых путей была 2200 метров. После многочисленных организационных изменений и окончательного строительства завода с тремя десятками цехов работа по строительству типичного корабля «Либерти» выглядела следующим образом. Жизнь корабля начиналась на Кульманах инженерного отдела, где стандарты USMC подгонялись под особенности завода. После чего готовые чертежи отправлялись на третий этаж того же огромного здания. Оно сохранилось. Каждый, кто едет по дороге в Саус-Алит от Сан-Франциска, может справа увидеть этот гигантский цех, гигантское здание. Так вот, гигантские чертежи отправились на третий этаж огромного здания в специализированный цехотдел, где по чертежам создавались реального размера выкройки, темплейс, так называемые, различных частей металлического корпуса. Эти выкройки передавались в соседнице, где по ним вырубались на гильотинах или вырезали с газорезки металлической листы в нужной форме. В этом цеху работало 600 человек, сварщиков и газорезчиков с сравнительной низкой квалификацией, в основном женщинами. Дальше в цехе сборок работало 1600 человек. Они соединяли отдельные стальные фигуры в примерно 400 сборок. весом от 4 до 310 тонн. Здесь работали сварщики следующего по мастерству квалификации. Для удобства и повышения качества практически все сборки по много раз переворачивали, чтобы исключить более сложные и более трудозатратные вертикальные швы. Каждый производственник скажет вам, что научить человека варить горизонтальный ров довольно легко и обезьянам можно научить, а вот чтобы варить хорошо вертикальные швы, на это нужен талант. Поэтому было экономически признано необходимым лучше несколько раз переворачивать все эти огромные тяжелые сборки, чтобы исключить как можно больше исключить вертикальные швы. После чего готовые сборки кранами отправлялись на стапеля, где в работу вступали так называемые летучие бригады. Обычно сварщики и монтажники с самой высокой квалификацией. Их называли летучими бригадами, потому что по нуждам производства их отправили туда, где требовала самая сложная лицеванная работа. Их постоянно перебрасывали со стапелей ЦК и обратно. Они же устанавливали двигатель и котел. Когда примерно 80% всех работ было закончено и когда корабль внешне выглядел готовым, его торжественно спускали на воду с разбитием бутылки шампанского приезжей знаменитостью или чаще женой крупного политика обязательным митингом и американским гимнем. И буксером оттаскивали к докам комплектации. Вот это готовый корабль вы видите он стоит внутри стапеля но уже выше стапелей это практически готовый корабль который по наклонной плоскости спустят в залив после этого отбуксирует к докам до комплектации. На доках в течение 5, 10, 12 дней доделывали комплектовали всем необходимым в частности ставили пушки и принимались военными. После приема комиссии USMC а в случае танкеров еще и Navy корабль поступал на баланс и на баланс USMC или Navy. В 1942 году со стапелей Саус-Алита уже сошло пять кораблей серии Liberty вместо трех по плану. Но после пуска шестого корабля планы изменились. В стране понадобились новые танкеры. Поэтому продолжая наращивая выпуск кораблей Liberty стапель за стапелем стали переоборудовать по строительству совсем других кораблей танкеров сети тут. Для этого стапеля надо было существенно удлинить. танкеры были длиннее. Но главного отличия было два. Во-первых, танкер требовал большего времени строительства, потому что 25 километров труб внутренней разводки трубопровода нужно было согнуть в 5700 местах, нужно было соединить 5300 отревка труб и нужно было их всех соединить с 17 тысячами сварных швов. Во-вторых, если корабли серии «Либертист» были одинаковыми и строились по конвейерному принципу и сборок и сборок собранных за стапелями в основном, то танкеры практически все создавались по отдельным спецификациям и весьма отличались друг от друга и требовали скрупулезной и длительной работы сотен рабочих высокой квалификации на самом строительстве корабля. Поэтому разница во времени строительства была огромная. К концу войны корабль «Либерти» строили примерно за 30 дней. Вики говорит за 42. Но внутренние документы разных заводов «Кайзера» и «Мариншип» показывают меньшую цифру. Нередко 15-20 дней. Я думаю, что цифра Вики взята в среднем по всей стране. Я так надеюсь. совершенно безумный рекорд строительства корабля Роберт Перри в ноябре 1942 года составил 4 дня 15 часов и 26 минут. 4 дня 15 часов и 26 минут. Причем эти 26 минут ушли на торжественный митинг по поводу спуска. История этого рекорда тоже интересная. На всех верфях было соцсоревнование и борьба за качество и их количество между верфями и между заводами. Где-то за несколько месяцев до этого рекорда на одной из верфей кайзеровских верфях был спущен корабль за 10 дней. Но это уже вместе с комплектацией. И кайзер официально вызвал на соревнования завод Саусолита сказал а вы так не сможете. Ну вот поэтому ребята в Саусолите поднатужились и смогли. 4 дня на изготовление 3 дня на до комплектации через 3 дня до комплектации через 7 дней корабль был принят на службу в Неве. 7 дней с первой минуты до последней. Это не шутка. Это не обман. Потому что в музее кайзерских ветвях есть сотни фотографий. А вот этот рекорд происходил на глазах комиссии Сената Соединенных Штатов и сопровождается сотни буквально почасовых фотографий сделанных свечений 4 дней. А вот лучшее время для танкера было 33 дня и достигнуто только в конце всего этого срока программы в середине 45 года. Тем не менее всего за два с полной года в Соус-Алитах было построено 78 танкеров. А всего за время войны было построено 490 танкеров. В Соус-Алитах было построено 78 танкеров, 20 кораблей Либерти, а потом они переключились на строительство множества вспомогательных кораблей. Теперь я пропускаю эту социальную программу. Это отдельный разговор. Кто строил за какие деньги, какие зарплаты, где они жили, как федеральное правительство построило города для рабочих, откуда брались эти рабочие, это я могу, может быть, объяснить в премиях. Это занимает слишком много времени. Вернемся к самим кораблям. Всю войну USMC возглавлял веса-адмирал Эмари Лэнд. Как это обычно бывает в больших бюрократических структурах, проектированием, организацией строительства и финансированием транспортных кораблей параллельно занимались определенные организации во флоте, армии и непосредственно в администрации, что создавало неразбериху, неэффективность и перерасход средств. В феврале 1942 года заметьте, все как быстро все получалось. В декабре 1941 началась война, а в феврале Лэнд, адмирал, убедил президента, что в таком важном деле, как строительство кораблей, как и военным, нужно единоначалье. Указом президента от 7 февраля была утверждена World Shipping Administration, которая забрала бюрократическую власть у четырех других комиссий и подчиналась напрямую только вице-адмиралу Лэнда. Таким образом, новая бюрократическая организация пошла в структуру USMC и стала заниматься исключительно проектированием и надзором на строительство транспортных кораблей. Первой задачей вот этой новой комиссии было устранить недостатки кораблей в Либерти. В результате уже к лету 43-го года возник проект, как бы основанный на Либерти, но существенно отличающийся по многим параметрам. Этот класс кораблей получил название Виктори, Виситю, они были длиннее, шпырен, закругленными ободами Келли вместо Главатова у Либерти. Общая грозовместимость была уличена в полтора раза, до 15 тысяч тонн. Были существенно увеличены грузовые отсеки, палубные краны, но главное отличие было в двигателе. Вместо древнего трехступенчатого парового двигателя мощностью 2500 лошадиных сил на кораблях устанавливались либо дизель, либо обычная паровая турбина мощностью от 6 до 8500 тонн лошадиных сил. Такой двигатель позволял увеличить скорость корабля с 10 узлов до 17, что давало существенное преимущество при встрече с немецкими подлодками. К началу 1943 года в промышленности наконец появилась возможность делиться паровыми турбинами и редукторами с грузовыми кораблями. До того все турбины шли только на военные корабли. Намного лучше стало и вооружение кораблей «Виктория». На носу стояла 127-мм пушка, на корме появилась восьмиствольная 20-мм зенитная установка и по-моему 122-мм пушка. Корабли этой серии строились на многих верфях, но большинство 309 было построено на кайзерских верфях в Орегоне и Ричмуде. Хотя первый корабль был спущен только в январе 1944 года, но к концу войны было построено умопом расчисленное их количество 531. После войны около сотни кораблей Виктория помогли возвращению американских солдат домой. На каждом возвращалось 1600 человек. Десятки участвовали в Корейской войне, около стаба вьетнамской, ну и несколько было переделано в гидрологические корабли, несколько было передано в разведку, в ЦРУ, и вот тот самый корабль Либерти, который израильсяне потопили, общеизвестная история, это был как раз корабль серии Виктория, названной Либерти. Ну, сейчас, как бы в завершении моего разговора, самое время вспомнить и еще об одном невероятном достижении американской промышленности во время войны, о создании опять-таки практически с нуля гигантской программы двигателя строения для кораблей Либерти и Виктория. На фотографии вот это я вам сейчас показываю. Да, отвлечемся на секунду от двигателей. Это фотография завода в Саус-Алидар. Тут я хочу показать несколько вещей. Вот это шесть стапелей, вот это доки доукомплектовки, это вот все огромный завод, вот это ленточка, вот здесь вы видите, да, это 101-й фривейт. Если по нему поедем налево, то в километре будет Голденгейт-бридж, за ним город Сан-Франциско. Если по нему поедем на север, то мы приедем в Канаду, в город Ванкубер. Это было во время войны, а если мы по нему поедем сегодня, мы приедем на побережье Ледовитого океана на Аляске. Знаменитый 101-й фривейт. На юге он заканчивается в Лос-Анфелесе. А вот за ним, на самом верху моей картинки, это часть построенного федеральным правительством города для рабочих этого завода. Потому что жителей Саус-Алита до войны было около трех тысяч. А на заводе работало 22 тысячи. и большинство этих людей было завезено с юга Америки или с северо-запада. И этим людям надо было где-то жить. Федеральное правительство невероятно быстро построило для них жилье. Во-первых, этим людям, конечно, оплатили полностью переезд. И сразу предоставляли одиноким койку в общежитии в комнате на 2-3 человека женатым или квартиру в том хаузах, таких длинных барачных том хаузах, квартиру обычно двухкомнатную, людям квалифицированным и инженерам дома. Дома могли быть до шести комнатных. Это было все построено федеральным правительством. Как пишет автор книги о строительстве, вообще о социальной программе для строителей. Он пишет буквально фраза такая «Общая скорость проектирования и строительства этого города, город называется Марин-Сити, совершенно невообразима в нашем мире». И это правда. Так, теперь пойдем дальше. Вот это на этой фотографии город в Саннивелл. И на этой фотографии завод с ничего сегодня не говорящим названием – Хэнди Айрон Уоркс. По-русски можно перевести «слесарные мастерские Хэнди». Из 140 тысяч жителей Саннивелл, которые расположены чуть южнее Полуалта и Стэнфордского университета, то есть в самом центре Силикон-Валли, вряд ли многие узнают свой город на фотографии 45-го года. Сегодня на месте этого завода и рядом с ним расположены Яха, Амазон, Google, LinkedIn, Facebook и еще пару сотен айтековских компаний. Но именно на этом заводе во время войны было построено 754 паровых треступенчатых двигателей для кораблей «Ельберти», а также 53 паровых турбины для кораблей «Виктория», соответствующая количество громадных редукторов, сегодня уже забытое количество торпедных аппаратов для надводных военных кораблей, сотни и сотни, говорят, тысячи даже платформ для зенитных пушек и многое-многое другое необходимое для войны. В начале 40-го года на этом заводе работало 60 человек, ну, в самом деле, слезарные мастерские. В середине 45-го года 11,5 тысяч. История завода связана с именем английского эмигранта Джошио Хэнди, приплывшего в 1835 году в возрасте 13 лет вместе с братьями в Америку. А в 851 году он отправился на золотую рекорадку в Сан-Франциско, чтобы заработать денег. Ну, намывать золото в горах Сироневада было тяжело и опасно, поэтому он занялся более легким трудом и сначала спроектировал первую в штате механическую лесопилку, а после стал проектировать и строить оборудование для горняков и прочих шахтеров. К концу века его завод вот со скромным названием слесарные мастерские Хэнди стал самым крупным в мире самым крупным в мире по производству соответствующего оборудования для шахт и клиенты у него были в десятки стран. В 1906 году после землетрясения вся фирма перебралась из Сан-Франциско в Сан-Имэлл. В начале 20 века завод стал одним из главных поставщиков землеройного оборудования для строительства Панамского канавы и процветал вплоть до Великой депрессии. А к 40-ому году компания практически разорилась и за неуплату долга перешла к банку. Но ее новый чеф-экзекутив-офицер Чарли Мур, а Хэнди к тому времени же умер, вовремя познакомился с Феликсом Каном, о котором я говорил. Кан с несколькими людьми, с более мелкими инвесторами, в числе которых был и Генри Кайзер, нашел деньги, выкупил завод, после чего им предлежало 17,5%, и сразу же, пользуясь своими связями, организовал 10-ти миллионный контракт от правительства на постройку торпедных аппаратов для флота. Когда был решен вопрос о программе кораблей Либерти, завод в числе многих других попал под государственный грант для небольшой опытной партии 12 паровых двигателей. Государство хотело узнать, кто построит лучше эти корабли. Не у всех подрядчиков дела пошли хорошо, и вскоре руководство USMC обратилось к Чарли Мору с вопросом, не может ли он увеличить выпуск двигателей вдвое. Мор ответил, что если иметь оснастку инструмент для 24, то заводу все равно построить 24 или 124 и сразу же получил заказ на 118. Вот у меня нет фотографии показателя масштаба размер 140-тонного двигателя с расположенными рядом людьми, но есть фотография рабочих, работающих на колен. вот этот двигатель, а вот следующее, вот, это рабочие работают на коленвале этого двигателя, а вот они же работают на сборке редуктора. Трехступенчатый или трехцилиндровый двигатель был 6,4 метра в длину, 6 метра в высоту и вес 140 тонн. Диаметр поршня в цилиндре высокого давления был 62 сантиметра, в цилиндре среднего давления 94, а в цилиндре низкого давления 178 сантиметров. Сравните с поршнем вашего автомобиля, там примерно 8, может быть, 8,5 сантиметров. Если среди моих слушателей есть мужчина ростом 178 сантиметров, представьте, что вы лежите на ковре, а вот вы есть диаметр такого поршня. Мне даже страшно представить размеры всего этого. В сороковом году завод Хэнди выпускал новый двигатель за 4500 человек и часов, а в середине 43-го уже за 1800. И к отцу программы 2 апреля 45-го года выпустил 754 двигателя. Больше, чем любой другой завод в стране. Отличная фотография. Завод празднует выпуск 754-го двигателя. Двигатель стоит на земле, как и люди, нижний ряд. А вот этот люди, 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 выше, 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 вот это все, этот двигатель. Вот там заканчивается, там, где заканчивается моя фотография. Завод выпустил много чего, кроме двигателей. Например, много сотен торпедных аппаратов для доводных кораблей. И, как я уже говорил, вот это торпедные аппараты. И тысячи платформ для зенитных орудий. Ну, я понимаю, что вы устали, поэтому будет заключение. Программа помощи, да, после заключения я покажу слайды, которые касаются в большей степени ленд-лиза, чем разговоры о кораблях. Поэтому потерпите немного. Программа помощи странам, принявшим на себя удар фашистской Германии и проявившим волю к сопротивлению, не была дарована из чисто альтуистских соображений. В этом нет никаких сомнений. Но любая помощь, пусть пожарным шлангом, во время пожара у соседа требует правления воли, умения, умения эту помощь предоставить и, конечно же, ресурсы. В Соединенных Штатах после сентября 1939 года далеко не у всех оказалось желание помочь и очень многие, включая профессиональные политики и военные, были убеждены, что тратить весьма ограниченные ресурсы, в то время, как надо сверхсрочно, жизненно важно, почти с нуля создавать свою армию и флот, все это является близким государственным преступлением. Роль президента Рузвельта в этой политической непопулярной ситуации и в совсем непростое время серьезных экономических трудностей было удивительным. Он, числе не в одиночку, переломил общественное мнение и добился относительного компромисса американского Конгресса на создание реальной программы Ленд-Вис. Без выделения денег и без создания бюрократического аппарата по распределению контроля, то есть без законодательных актов Конгресса, общие разговоры и убеждения ничего не значили. Еще труднее далось развито решение о помощи СССР, весьма недружелюбной страны, в течение двух лет фактически экономическому и политическому придатку фашистской Германии. А дальше все было в руках и умах американцев. То, что они смогли создать за пять лет войны, помогая воевающим странам, часто в ущерб своей армии и за счет жизни своих людей, навсегда останется в памяти народов. Программа строительства кораблей серии Либерти и Виктория не была главной или самой важной в усилиях американцев и американской экономикой войны. Тем более удивительны ее достижения и успехи. На дворе войны было построено 2710 кораблей серии Либерти. Команды на этих кораблях в разное время 38-62 гражданских 21-40 военных. было построено 531 корабль серии Виктория и было построено 490 танкеров. Во время войны погибло 200 кораблей серии Либерти. Так, это лишнее. Ну, ладно, что-то я тут не вижу одной картинки, но мы без нее обойдемся. И я перехожу сейчас к обещанным диапозитивщикам, которые больше говорят о войне Элленд-Лиза, чем о потере стран во время Второй мировой войны. Англия потеряла 383 тысячи солдат и моряков, 67 тысяч гражданских. США потерялось 407 тысяч солдат и моряков, 12 тысяч гражданских. СССР от 8.7 до 11. миллионов солдат и моряков и до 19. миллионов гражданских. Численность армии очень интересная информация. на начало войны в СССР было в армии 5,5 миллионов 303 дивизии. Уже через 3 месяца численность армии советской армии была увеличена на 1 треть до 400 дивизий. В 1939 году до войны в американской армии было 189 тысяч человек 4 дивизии и 125 тысяч во флоте. Американская армия была 19-я армия мира сразу после Болгарии. А в конце 1941 года то есть 1939 40-й 41-й за 2,5 года в американской армии было полтора миллиона человек и 284 тысячи человек в флот. И теперь пожалуйста запомните об этом редко-редко кто говорил а в Советском Союзе наверняка вообще не вспоминали. 39 процентов солдат и офицеров американской армии были добровольцами. Распределение ленд-лизер. Британия получила 31 с лишним миллиарда примерно 600 в деньгах 22-го года. Я переводил деньги в 22-го года, потому что Вики там все к 18-му году и у меня были основания переводить именно так. Значит согласимся с моими цифрами. Британия получила в наших деньгах на 600 миллиардов, СССР в наших деньгах примерно на 200 миллиардов, Франция, Китай всего там было много участников, не только 4 мы обозначены, всего 50 миллиардов долларов Америка потратила на ленд-лиз. Это 900 миллиардов чуть меньше в деньгах 22-го года. Это примерно 15-18 процентов всех затрат США на войну. Почему 15-18? Одна цифра это затраты на помощь Британии до ленд-лиз. А вторая цифра меньше. Это уже только чисто-чисто-чисто ленд-лиз. Но огромная помощь была до ленд-лиз. Об этом тоже надо помнить. Вот как шла помощь из Америки в СССР. Основной путь был это конечно же через Тихий океан во Владивосток. Но мы сейчас увидим это на другой картинке. Второй по величине был Персидский коридор, по которому шла вся абсолютно 100% техники. И третий путь был Мурманские северные конвои. Они шли или с остановкой в Шотландии и там частично выгружались для Англии, частично добавлялись английская помощь, и потом они шли в Мурманские Архангельс. Или шло на Принник. Было по-разному. Тихо. Вот более подробно. Более подробно. Из Сиэтла и Ванкувера помощь шла мимо Японии во Владивосток. Из Сан-Франциско и пригородов все шло, абсолютно шло снабжение всей армии на Тихоокеанский флот, а это гигантские уровни снабжения. Достаточно сказать, что из Сан-Франциско на фронта Тихоокеанского бассейна ушло полтора миллиона солдат и офицеров, кроме всего остального. А с вашего побережья, с Восточного, ну, вы видите разные пути на Мурманск, на Англию и в Персию. Это был очень важный, очень важный путь. Да, и был четвертый путь, о котором мало кто вспоминает, из Монтаны Грейтфол все самолеты, почти все самолеты, переправляли своим ходом через Аляску, через всю Сибирь на Советский фронт. И на этом пути, я сейчас не помню, может быть, кто-то поправит, до двухсот самолетов потерпели аварию и летчики погибли. Это огромный тяжелый путь в непогоду через всю времени были в общем-то не приспособлены для длительных полетов в тяжелых зимних условиях. И промежуточных аэропортов сесть и переждать погоду не было. Часто американский самолет вылетал с одного аэропорта и в следующий раз он мог сесть только на максимуме своего горючего. Если что-то случалось посередке, то самолет погибал. Дальше пойдем. Время прохождения конвоя. Очень интересно. Арктический конвой был до двух недель. Это было 4,5 тысячи миль. Это было 3,7 миллиона тонн. Я попробовал это все перевезти в железнодорожные вагоны и поезда. У меня получилось 92 тысяч железнодорожных вагонов или 2300 полностью укомплектованных поездов товарных из 40 полностью загруженных вагонов. Представьте себе глазом окиньте поле, на котором стоит 2300 вагонов. И это только меньшая часть Ланглеза для Советского Союза. Тихоокеанский путь занимал 20 суток и через него прошло 50%. И Персидский 75 суток 24%. Через Тихоокеанский прошло 50%, потому что это было все кроме самого вооружения. Например, танки, пушки, снаряды шли другими путями, потому что все корабли по Тихоокеанскому маршруту обследовались японцами, был договор между Советским Союзом и Японией во время войны, как ни странно, о том, что японцы пропустят американскую помощь, если на ней не будет вооружения. Поэтому бензин, разобранные и собранные заводы, вся тушенка, все медикаменты, вся связь и весь металл прол через Тихий океан. Дальше. Потери флотов союзников. Потери только от германских подлодок. 3000 кораблей, в том числе 2825 торговых. 13 миллионов тонн ушло на дно океана, из-за того, что германские подлодки потопили торговые корабли. Размеры подводных флотов. Почему так много погибло? Почему 13 миллионов тонн пошло на дно океана? Потому что немцы построили около 1500 подводных лодок. В том числе во время войны они построили 1200. Из них 709 самого последнего современного класса, 7 класса. А американцы только 260. Почему немцы гигантские ресурсы потратили на строительство подводных водок? Потому что немцы были не дураки и понимали необходимость и размер и важность войны с торговым флотом Америки и Англии. Они понимали, что как бы там не было тяжело, но уничтожить корабль в море гораздо легче, чем уничтожить то, что он привезет на фронтах. Давным-давно, давным-давно посчитано, что металл, усилия, интеллект, инженерные разработки и все прочее, потраченное на строительство 1200 подводных лодок немцев во время войны, могло бы от 40 до 50 процентов увеличить количество танков и пушек на фронтах Второй мировой войны на 100 пунктах. Но немцы, тем не менее, не поставили на Советский фронт дополнительно 30 тысяч танков, а потратили весь этот металл на подводные лодки. Общие потери торговых флотов. Вот мы говорили, мы строили, строили, строили корабли Либерти, Виктория. Теперь посмотрите, сколько было потоплено. В Англии было потоплено 2539 кораблей, в том числе только за один год 779. Представляете, 335 дней в году два корабля в день немцы топили. американских было потоплено 1554. Всего, не только от подводных лодок, а всего от авиации от подводных лодок ушло на дно океана 14,7 миллионов тонн груза. Это почти столько же, сколько Советский Союз получил о Ленд-Лизе. А вот это фотография, которую никогда никто не видел в Советском Союзе. Дело в том, что Ленд-Лиз, Советский Союз приходил в Мурманск и в Архангельск. Так вот, Архангельский порт, несмотря на все уверения союзников в том, что он полностью готов к приему груза, был абсолютно не готов к приему груза. Когда это выяснилось в конце 41-го года, и даже, вернее, весной 42-го года, был грандиозный политический скандал. В Америке просто был, я тоже не могу вам рассказать, как психовали в Америке, потому что огромные затраты были предприняты, чтобы посылать корабли в Архангельск, а там негде было разгружать. Корабли разгружали вручную, и вот два километра на саночках тащили до того места, где можно было перегрузить на железную дорогу. Была создана американо-советская комиссия на самом высоком уровне, которая стала разбираться в этом скандале. Ну, в общем, такая вот была история. А вот в таком виде корабли шли в Мурманск зимой. И с этим было связано, кстати, то, что команды на сухогрузах практически не имели отдыха. 12-часовые вахты сменили на 8-ми, потом сменили на 6-часовые, и команда после того, как уходила с вахты, должна была выходить на палубу и колоть лед, иначе корабль просто покрывался льдом сверху донизу. Вот в таком виде эсминец сопровождение приходил в Мурманск. До Ленд-Лиза существовали арктические конвои английские. По ним прошло вот это количество военной техники, 2300 танков. Танки были не только английские, это были и американские танки, но везли их английскими кораблями. Танкетки, самолеты, но об этом можно будет поговорить в другой раз как-нибудь. Американцы за время войны произвели 296 тысяч самолетов, в том числе 40 тысяч тяжелых четырехмоторов бобардировщиков. Никто в мире не делал четырехмоторов бобардировщики, кроме попытки Советского Союза делать петляков 8, П-8. Это были абсолютно бездарные самолеты. Их наклепали за время войны около сотни, но они практически не летали. В военных корабле было построено 1500, в том числе, хотите верьте, хотите нет, 27 авианосцев за время войны. Сегодня авианосец Форд последний, о котором я как-то написал большую статью, строится уже лет 15, там было штук 20 крупных скандалов, перерасход диких средств, он до сих пор не введен в действие и вообще неизвестно будет ли он введен когда-либо, несмотря на совершенно какие-то там 12 миллиардов долларов и все и все прочее. И было построено более 23 3000 Хиггинс десантных кораблей. Интересно, когда у Эйзенхауэра спросили назовите фамилию одного человека, который выиграл войну для Америки, он назвал одну фамилию Хиггинс. Хиггинс. Это человек, который спроектировал десантные корабли. Вот. Это город Марин-Сити, о котором я говорил. Это количество людей, погибших на торговых судах. Это последний из двух действующих кораблей серии Либерти. Недавно ему исполнилось 75 лет. Я был на этом празднике, я был на этом корабле. как сказал мой товарищ, капитан первого ранга, с которым я был на этом корабле, когда мы ходили по кораблю, и когда он посмотрел на этот двигатель, а он капитан первого ранга подводник, он говорит, Игорь, ты понимаешь, он говорит, что когда этот двигатель, выходя в Балтимории спорта, начинал стучать, то эхолоты немецкой подводной лодки слышали его на уровне Исландии. То есть это были настолько шумные старинные корабли, что что вам сказать. Все, ребята, я на этом закончил свою лекцию, теперь если у кого-то есть вопросы, я постараюсь на них ответить. Я это дело закрываю, должен выйти из, а можно так оставить? Не, лучше, наверное, лучше выйти, если можно. Я попытаюсь, понимаешь, тут у меня все через, я уже сейчас не знаю, как вернуться к этой маленькой картинке, с этой маленькой картинки. Игорь, я не знаю. там наверху есть такая красненькая, называется Stop Share. Вот, наверху экрана, не внизу, наверху. А, наверху экрана, да, 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 есть, есть. Ага, нажми, пожалуйста, и все будет хорошо. Нажал. Но не то, да, нажал? А, хорошо, все, я понял. Ну, хорошо. Ну, теперь меня нет, да? А, Стоп Share. Вот она. Вот она. Вмечательно. Игорь, извини, бестолковый. Да, нет, все нормально. Игорь, огромное-огромное спасибо. Это хоть не поэзия, но я, по крайней мере, слушал, открыв рот, чего не было видно, и перехватив дыхание, потому что это какая-то такая колоссальная совершенно вещь, которую ты рассказал. Колоссальная история. История совершенно фантастическая, да. Огромное тебе спасибо. Вот тут уже есть вопросы. Первым, по-моему, поднял руку Алекс, а потом была Лада. Лада. Значит, да, так. Лада первая. Нет, по-моему, Алекс был раньше. Ну, не важно, давайте я Алексу даю. Алекс, unmute yourself, пожалуйста. Который Алекс? Алекс Хенкин. А, окей, да. Не слушайте, да? Мы вас не видим, вы можете сделать видео? Могу попробовать, сейчас секундочку, я практически четверть лекции слушал, еле в машине из Стэнфорда в Нью-Йорк. Вы сейчас в машине в данный момент? Сейчас я уже дома, ты не дома, в смысле, сейчас в Нью-Йорке, так что... Там есть кнопочка, называется видео. Видео, старт-видео, yes. Мы вас видим. Два вопроса. Может быть, я пропустил, может быть, пока я там переходил из машины в лифт и прочее, кого я не спасил уже. Вопрос был такой, было бы интересно, вот то, что вы сказали, крайне интересно, огромный, это эфорт, который был сделан Соединенными Штатами, чтобы выпустить всю эту продукцию. Интересно было бы узнать, как сравнивается выпуск американской военной продукции во время войны с выпуском советской продукции во время войны. Потому что, конечно, Советский Союз не производил корабли в таких количествах, производили танки и самолеты, но то же самое делали американцы, и танки, и самолеты, и корабли, и прочее. Вот интересно, как соотносится, просто выпуск, не знаю, денежного, я не знаю. учитывая, что, вы сказали в самом начале, что очень важным решением в Америке было оставить военную продукцию в частных руках, в руках индивидуальных компаний, что было очень эффективно по сравнению с национализацией военной промышленности в других странах, где это было не так эффективно. Вот Советский Союз, где военная промышленность была вся централизована, насколько эффективно или неэффективно по сравнению с Америкой был выпуск военной продукции в Советском Союзе. У вас, может быть, нет этих данных под руками, но интересы было бы сравнить. Спасибо. Вопрос ясен. По первому вопросу есть интересный ответ, который неправильный. Этот ответ принадлежит Сталину. Сталин заявил, что программа Ленд-Лиза, ну, шутки шутками, это не очень важно, это всего 4% от того, что выпустил во время войны Советский Союз. Значит, абсолютное количество, абсолютное большинство экономистов, в том числе и советских, во времена перестройки и позже, предполагают, что эта цифра несправедлива, но предполагают, что она была порядка 12%. Но тут очень важно сказать другое. Тут очень важно то, что американская помощь была исключительно и только в том виде, значит, поставлялась только то, чего в Советском Союзе или не было, или критически важно. Ну, например, Жуков сказал, что у нас к концу 41-го года не было пороха приготовить снаряды. Это его фраза. Так вот, весь порох Советского Союза практически был советским. В Советском Союзе было построено два пороховых завода и много пороха шло кораблями. Во-вторых, когда началась война, в Советском Союзе было ровно ноль литров высокооктанового бензина. Самолеты-истребители Второй мировой войны во всем мире, во всех странах, они, конечно, совершенствовались с года в год, но все самолеты одного поколения имели примерно одну и ту же скорость. Так вот, самолет на советском бензине летал на 60-90 километров медленнее, чем самолет на высокооктановом бензине. Что такое для истребителей летать на 60-70-90 километров медленнее немецкого? Ну, поскольку все, вы понимаете, поскольку все атаки, все сбитые самолеты, как правило, были сбиты сзади, то есть немецкий самолет просто догонял и убивал. Американцы поставили 100% высокооктанового бензина и построили два завода по производству, то есть полностью в Америке закрыли два завода, сняли все оборудование, не было времени производить новое, закрыли два завода и перевезли в Советский Союз. Значит, танковая броня на уральских заводах изготавливалась из американской стали. В Советском Союзе не производилась ни одна рация из тех, которые были во время Второй мировой войны и не было кабелей для связи. Ну, и так далее, и тому подобное. Я просто вам дал пример. Поэтому количество в процентах не так, может быть, важную роль сыграло, как качество. Ответ ясен, да. Второй вопрос. Еще один маленький комментарий на это. Я помню, читал мемуары одного из советских асов того времени, не помню фамилии, то ли Покрышкин, то ли кто-то, но один из самых главных асов. И он летал на американской суперковре. Суперковре 39. И он говорил, что вот там у него было 12 пулеметов, по-моему, все они приходили к одной и той гошетке. И поэтому, когда он дрался с немецким самолетом, он нажимал одну кнопку и 12 пулеметов тревляли всем. Он говорил, что вот как было, это было хорошо, насколько у него было преимущества. Это была американская суперковра. Аэркобра признал лучшим истребителем войны. Официально. Второй вопрос, даже не вопрос, а комментарий. И опять-таки, я, может быть, пропустил это в начале, не в начале, а в конце, когда я переходил с машины в лифт. В начале вашего выступления подняли очень интересный вопрос. Каким образом тогда, во время войны, Соединенные Штаты сумели на такой короткий срок мобилизовать все ресурсы, ресурсы денежные, ресурсы индустриальные и главные ресурсы административные и инженерные, чтобы сделать то, что они сделали. И я не пропустил, но я не услышал ответ на этот вопрос. Вы сравнивали это с постройкой метро в Сан-Франциско, и это единственный пример, по виду, из кучи примеров абсолютной безалабельности и распущенности в Америке. Но вот как вы объясняете то, что страна сумела себя так мобилизовать? Америка была не единственная страна, которая себя обвязовала. Англия, то, что сделала Англия для войны, это уникально. Они мобилизовали всех. Историки из университетов делали что-то для войны. Лингвисты делали что-то для войны. Математики Алан Тюринг это хороший пример, делали что-то для войны. Все поместья были мобилизованы для армии, для разведки, для чего-то. Вот это вот вопрос понятен. Как вы отвечаете, Игорь? Знаете, что? Нет ничего проще, чем ответить общими словами на этот вопрос. Общество было другое. А вот чем оно было другое тогда, скажите, по сравнению с тем, что у нас сейчас? Ответственность была у каждого человека за свою жизнь, за свою семью, за свою общину. Это общие слова. Это общие слова, но они правильные, понимаете? Только что была Великая Депрессия. Люди хотели работать, люди хотели что-то делать, люди понимали, что от них много зависит. Бюрократия, другая бюрократия, я вначале сказал, была совершенно другая бюрократия. То, что американские сделали во время Нью-Дил, это была тренировка перед двойной. Нью-Дил 33-го, 34-го и 36-го годов, их было три Нью-Дил. Они помогли реорганизовать систему капитализма в стране, сторону увеличения и возможности государственных ресурсов и государственных программ. Администрация, бюрократия была готова к войне. И это сыграло гигантскую, гигантскую. Понятно, вопрос. Маленький комментарий, прежде чем я передам. Просто много вопросов, Алекс, очень много рук поднятых. Очень быстро. Я хочу сказать, что при этом не нужно идеализировать американское общество даже того времени, потому что все это время в Америке было крайне негативно, особенно социальные республиканцы, было крайне негативное отношение к участию в войне. Америка ферст не появилось при Трампе, это появилось тогда еще. Алекс, я сказал об этом. Я сказал в самом начале, что роль Рузвельта нельзя недооценить. Рузвельт почти в одиночку переломал настроение Конгресса и сенатора Тафта, который был категорически против. Я это все могу подробно рассказать, но мы сегодня говорили. Окей, я ехал в машине, поэтому многого не слышал. Приезжайте в туннель и там уже не слышно. Хорошо, спасибо. 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 Лана, пожалуйста. Спасибо. Спасибо вам большое за такую подробную техническую презентацию. Конечно, мне тяжело охватить все технические детали. У меня вопрос скорее об экономической части, если вы можете ответить по поводу ленд-лиза. Но ленд-лиз, как известно, переводится просто говоря «даем попользоваться». «даем попользоваться» Великобритания выплатила только в 2006 году. Россия выплатила только в 2007 году. То есть это деньги, которые они вернули Соединенным Штатам за все то, что было вложено в программу. Нет, нет, надо. Но я еще не закончила с вопросом. Во всяком случае, это та информация, которая известна из общих источников, а сейчас вы мне ответите. Недавно какой-то представитель из Министерства иностранных дел Украины сказал, что ленд-лист привязан к экономическим возможностям страны. Этим ли объясняется огромная разница в субсидиях, ну не в субсидиях, а в материальной помощи, отведенной Великобритании versus Советскому Союзу, как и то, что вот огромное, то есть подписан ленд-лист для Украины, но ничего не выделяется, как бы. он пока что не работает. Вот, спасибо. Отвечаю. Значит, вообще два закона ленд-лиза 41-го года и ленд-лист 2022-го очень мало отличаются по содержанию. Значит, есть так называемый пункт номер 5, артикл номер 5 ленд-лиза 41-го года. Он очень короткий, 5 строчек или 6 строчек. Там написано коротко, ясно и абсолютно однозначно, что Америка предоставляет помощь материалам и т.д. и прочим безвозмездно стране получать ленд-лист. Точка. Я могу найти очень быстро. После войны страна получатель после войны страна получатель обязана или возвратить неиспользованное оборудование т.д. или вернуть или оплатить. Точка. Все и дальше идет. Все уничтоженное во время войны оплате не подлезет. Конец и дальше пункт номер 6. То же самое с ленд-лизом Украины. Если вам предоставили миллион снарядов, вы израсходовали 900 тысяч, то после войны у вас есть options. Или вернуть тысячу снарядов или заплатить снарядов. То же самое произошло после Второй мировой войны. То же самое. Англия сказала, что мы хотим это оставить для своей армии. И Америка им дала скидку в 10 раз. Кое-что, кое-что. Там разные были переговоры, поэтому кое-что выплачивалось, выплачивалось. И вот выплачивалось с 2008 года. Значит, корабли, кстати, часть корабля Ленделиза была передана Англии, часть корабля Либерти. Англичане немедленно все корабли вернули. Это очень справедливо. Вам дают бесплатно выиграть войну. Поэтому, честно, мне абсолютно непонятно и противно отношение Украины в лице ее представителей Министерства иностранных дел. Вам дают бесплатно, но не использованные и не израсходованные и не уничтоженные во время войны. Пожалуйста, верните. Вы с этим вообще, я считаю, что это справедливо. Ну, насколько я понимаю, пока что ничего не дают. Закон подписан, но ничего не дают. Подрелиза пока нет. Я знаю, что не дают. Я с вами абсолютно согласен. Есть три других пути давать, но в общем, если вы меня слушали сначала, мой, так сказать, пойнт, то, что мы живем совершенно в другое время. И у нас сегодня нет президента, который бы решал то-либо. Вы знаете, это уже, так сказать, я просто дополню. Какое-то время, в 42-м году, Рузвельт согласовывал с Конгрессом поставки, а потом просто перестал. Просто перестал. Все поставки ли, грубо говоря, от Рузвельта и Хопкинса и генерала Кларка, кажется, я вообще не помню, напрямик Москвы. Ну, вот деталь моего вопроса. Привязан ли объем Ленд-Лиза к экономике страны получателя? Нет. 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 Окей. Да, спасибо. Хорошо. Тогда Григорий, анмьют, пожалуйста. У меня не вопрос, а предложение себе пожелания. Я бы хотел, чтобы эту лекцию послушали, как возможно, больше людей в России, да и на Украине тоже. Ну, пусть неблагодарная Россия послушает правду о Лен-Лизе и пусть Украина узнает все-таки точно, что это такое. Это исключительно полезно. Если будет запись, я думаю, что, Игорь, вы постараетесь распространить это как-то? Я прямо Зеленскому завтра позвоню. Ну, пожалуйста. Если он поднимет трубку, зачем мне такое спать? Да. Я, Григорий, совершенно согласен. Я постараюсь эту запись распространить больше обычного, потому что в ней большой очень смысл. Я согласен с вами. Григорий, я ведь гораздо более подробно читал это. Я знаю, знаю. Там не обо всем шла речь. Там о кораблях не шла речь. И вот это половина, потому что обычный тезис такой, что Россия заплатила кровью, на Америку оплатила кровью. Вот эта половина помощи, которая пошла на дно, это же кровь, понимаете? Это очень важно. И 39 процентов. И вот это замечательный стиль вашей лекции, Игорь. Это такая, я бы сказал, сухая, сдержанная поэзия цифр, которая сама за себя говорит. И это очень важно, чтобы люди услышали. Они лекции убеждают. И второе, вы постоянно, в вашей лекции чувствуется постоянное сравнение, как было и как сейчас. Оно, так сказать, не в пользу. Так вот, тут я хочу небольшое признание. Значит, сейчас меня вы будете ругать. Давайте. Я слушаю, я обычно слушаю выступление Соловьева, шоу. Значит, и обычно мои друзья говорят, как ты можешь, как это быть на стошнице первого момента. Но я, как все-таки, какой-никакой литератор, я слушаю, я там чувствую какие-то предвидения, вот они предсказали, так сказать, атаки на инфраструктуру фактически, там можно было вычитать. И я жду, когда соединение, так сказать, глупости и ненависти родит что-то интересное. Вот вчера я дождался такого интересного выражения, которое относится к тому, что отчасти то, что вы думаете. Значит, выступает какой-то человек, по-моему, это был либо Олег Морозов, либо такой зав какой-то комиссии Думы, либо это был Делягин, я бы уже был экономист, и он говорит, что погубит нашу страну? Не Украина, не НАТО, и все, так сказать, и все, значит, насторожились, так что же погубит нашу страну, что погубит? И он высказал, как это он сказал, сейчас это мне надо, это я, это, это достойно того, чтобы, достойно того, ну, ладно, где-то я сказал, нашу страну погубит воинствующая и безответствующая, я вспомнил, воинствующая и торжествующая импотенция бюрократии. Вот такая формула, понимаете? Воинствующая, торжествующая и потенция бюрократии. И безответствия. Вот, 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 нечто такое может существовать в разных странах. Правда? Да. Спасибо. Спасибо, Григорий, да. Хорошо, теперь Виктор, Виктор Мишкевич, пожалуйста, unmute. Замечательный, интересный доклад, спасибо. Я узнал много нового для себя. У меня есть короткий вопрос. Может быть, вы упомянули, Игорь, из какой стали было все построено? Беттлихем или Кайзер имел свои стали летения и заводы? Очень... А вот и Беттлихем, right? Нет, 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 Беттлихем, нет, Беттлихем это компания, название компании. Ну, я имею в виду Сталь, производство Сталь. Я понял, нет. Значит, я не могу дать вам американское название Сталь, но я вам расскажу историю. Вы знаете, что в 41-м году 19 кораблей Сирии Либерти сломались во время северных походов. Да. Потому что был вызван срочный английский металлург, самый главный, и он установил, что неправильная сталь используется, потому что она становится хрупкая, холодно-хрупкая. ненедленно похерили все склады и все запасы, из которых собирались делать, и перешли на другую Сталь. На другую. С каких заводов она шла, я не знаю. Я думаю, с американских. Хорошо. Большое спасибо. С американских понятно. Да. А вот их же было много на Севере Америки. Я имею в виду в районе Баффало, и там были десятки заводов металлогических. это не Пенсильвания, нет? Это в Пенсильвании тоже. Тоже, да? Да. Нет, нет, это, понимаешь, окей, я вот что не сказал. Логистика была феноменальная. Вся Америка работала на сборку кораблей. Просто вся. Есть специальные схемы, карты. Не было штата, не было, наверное, ни одного района индустриального, откуда что-то не шло. Понимаете, это ведь тоже создать уровень такой безошибочной логистики, это не легче, чем выпускать корабли. Да. Понимаете, это феноменально. Большое спасибо. Я бы тоже хотел потом получить линк на запись этого сегодняшнего семена. Очень интересно. Естественно, естественно. Все получают. Спасибо большое. Спасибо вам, да. Роман, пожалуйста. Да, все. Вот такой вопрос, как бы продолжение того, что спросил Виктор. Дело в том, что в США было перед войной, наверное, в самом начале большое количество пронацистских и нацистских организаций. Какой был процент брака по кораблям и по всему прочему? Это первый вопрос. А второй, я никак не могу вспомнить слово, которое говорит о том, что вот эти люди, нацисты или еще что-то пытались сделать, совершить этот брак, как во время войны, скажем, обнаруживались снаряды, засыпанные песком. Как это называется, никак не могу вспомнить. Я кажется, что-что? Саботаж? Саботаж. Саботаж. Конечно. Так были ли случаи саботажа и насколько это широко было? Помните, я сказал в лекции, что я рассказываю о заводах на нашем Тихоокеанском побережье. На нашем Тихоокеанском побережье немцев было мало. Даже не в этом дело. Даже не в этом дело. Я внимательно прочел архивы Мариншип Корпорейшн, вот этот завод, который в Саус-Алите. Это целая большая книга такая, военные архивы завода. Я ни слова не нашел там о каком-то саботаже. Ни слова. Теперь, что касается саботажа немцев. Знаете ли вы процентный состав американской армии во время Второй мировой войны по этническим показателям? Если не знаете, я вам скажу. Среди всей американской армии относительное большинство было немцев. Среди офицеров у них было значительное большинство. И Эйзенхауэр, и немец, это фамилия адмирала главнокомандующего, были немцами. Генри Кайзер был немец. Так что это уже не работало. Роман, это, кстати, вредительство, наверное, лучше назвать, чем саботаж. Саботаж, да. Потому что саботаж, когда не работают, а вредительство, когда вред наносят. Я, я честно говорю, это интересный вопрос. Я перелопатил очень много литературы. Я никогда не встречал. Ну, может быть, это просто не упоминают, но я не встречал. Брак был. Брак был на сварке, много брака. Но брак был на сварке, потому что, говорить тяжело. Понимаете? Ведь интересно, Кеннет Бектол написал, вот эту фразу я помню хорошо, это уже в отчете Бектола я читал. Он написал, что 90% рабочих Мариншип Корпорейшн не имело никакого отношения к рабочим специальностям до войны. И вообще 24% было женщин на заводе. А до войны индустрия американской женщин было 0,4%. Игорь, вам не попадалась книжка «Тайная война против Америки»? Ну, есть книжка. Канни Сейерс. Хотя она и просоветская книга, там может быть что-то об этом. Может быть, но я не помню. Канни Сейерс «Тайная война против Америки». Она по-русски издала. Я знаю, она у меня есть. Хорошо. Роман, еще есть вопрос? Сейчас, не понял. Вас не слышно, Роман? А, минуточку, минуточку. Роман, вы отключились. Как вы включили? Я не понимаю. Там Марк. А, он мьют. Роман, он мьют. На кнопку нажмите «Unmute». Ну, видите, у вас там показано, что вы мьютит. А я прошу вот «Ask to unmute». Во, вот сейчас вы «Unmuted». Говорите. У меня такой очень специфический вопрос еще. Вы показали кадры КБ конструкторского бюро. Меня очень удивило, что все чертят на столах, а не на кульверах. Потому что вообще вот все вот как-то это такой странный вопрос. Меня это немножко удивило. И еще вопросы. Население США в это время, к началу войны, какое было и какой был мобилизационный ресурс, что ли? Какой процент ушло в армию? У вас есть такие данные? Все. Спасибо большое. Спасибо. Игорь. Не слышно. А я сейчас минуточку. Я не понимаю, а что случилось? минуточку. О, все, появилось. Спасибо. А это что-то такое автоматическое. Извини, пожалуйста. Извините меня. Вопрос был о проценте мобилизованных и первое что-то еще. Что было первым вопросом? Почему чертили на горизонтальных? Почему чертили на горизонтальных? Я ведь ответить не могу, но я знаю, что в моей компании, в которой работал, были огромные залы, здесь сидели конструктора. и сегодня этот зал как бы существует и на стенах висят огромные фотографии. И вот представьте себе зал, где сидит 50-60 серьезных мужчин в пиджаках и в галстуках, у каждого логарифмическая линейка на столике, на столе, на большом, и перед ним чертежи. И у него в руках карандаш. Действительно рисовали на таких ну на столах. Кульманов не было. Я не знаю, мне трудно сказать, я не знаю, но это вот абсолютная норма для того времени. Я просто это слишком хорошо помню по фотографиям нашей компании, где я работал. То есть, Роман, именно по этой причине все так быстро и делалось, чтобы кратко ответить на ваш вопрос. А Кульманы ухудшили потом ситуацию. Ну хорошо, с Романом ясно. Спасибо, Романом. Нет, теперь, подожди, Игорь, теперь по поводу мобилизационного. Да, да, К концу 43-го года в армию было, в различные структуры армейские, вернее так, через армию прошло 10 миллионов человек. А к концу войны 14 миллионов человек из примерно 150 миллионов было той или иной степенью в армии. То есть, мы можем смело сказать, 10 процентов. Понятно, да, спасибо. Хорошо, Марк Каневский, unmute yourself и откройте, пожалуйста, лицо. Марк Каневский? Да. А видео вы можете сделать? Вас не слышно? Марк, я не понимаю, вы unmute, но вы не говорите. Ну, хорошо, давайте тогда пропустим, тогда, Марк, потом дадите знать, а тогда Самсон, я ask, кто unmute, Самсон unmute. Игорь, спасибо большое за очень интересный доклад, тоже узнал очень много для себя, у меня будет 4 вопроса, если можно. Поделись, по одному, хорошо. По одному? Нет, 4, но по очереди я хотел сказать. Хорошо, вклад Ленд-Лиза в советское танкостроение стали, вы уже упомянули, рации и связь вы упомянули, что еще? Танкостроение, Игорь, да. Ну, во-первых, сами заводы были американские на 100%, все. О каких заводах идет речь? О Челябинском, о Уралвагонзавод и Харьковский? А в свое время Харьковский? Безусловно. Цеха в Кузнецке, которые работали на танковой промышленности. Это американское все. Вот. Теперь дальше. Мы не забываем о танках «Шерман». Танкам «Шерман» отношение в Советском Союзе какое-то удивительно неприличное. Удивительно. Все считают, что танк Т-34 на два порядка лучше «Шерман». Но я прочел, правда, по-английски, в американской, в американских источниках, в частности, великолепной книге Хэнсона о Второй мировой войне, то общее мнение военных того времени было в том, что у Т-34 были преимущества и у «Шермана» были преимущества и существенные. И было поставлено огромное количество в «Шермане». Огромное. Я сейчас не могу вам точный цифр назвать. Это тоже вклад в советское танкостроение. И это, пожалуй, все, что я на этот вопрос... Тогда немножко противопоставление «Шерман Т-34». Главными недостатками американских танков назывались карбюраторные двигатели. Они мгновенно загорались. Какие немецкие? Справедливо ли утверждение, что у союзников не было дизельного танкового двигателя? Да, это справедливо. Ведь интересно, что вопрос... Это же самый вопрос, какие двигатели строя стояли перед Германией, как и перед американцами. И те, и другие пришли к выводу, что надо строить бензиновое. И знаете, с чем это было связано? И в Америке, и в Германии одинаковая причина. Логистика. Одновременно снабжать фронт дизелем и бензином посчитали невероятно сложным. Вот как ни странно. Понятно. Второй вопрос. Давайте дальше. Теперь следующий вопрос. Причина замалчивания такого совершенно чудовищного замалчивания Ленд-Лиза. Что вы думаете на этот счет? Почему? Это умаляло себя, это умаляло свой вклад в победу, но замалчивание было вот огромным. Даже... Ну, конечно. Я согласен, замалчивание было полное, так скажем. Причем, интересно, гражданские, как правило. И те, которые воевали, они как бы все вспоминали. И тушенку вспоминали, и то, и пятое, и десятое. Мой отец отвоевал всю войну, и он хорошо вспоминал Ленд-Лиза. Но политика государства была... Конечно, мы выиграли войну, потому что мы потеряли девять миллионов человек. А эти пиндосы потеряли четыреста семьдесят тысяч. Как можно сравнивать страну, которая потеряла девять миллионов со страной, которая потеряла четыреста семьдесят? Это общее такое... общее представление о жизни, что ли, так скажем. Это такой философский подход. Поэтому все усилия Советского Союза были брошены на то, чтобы разбить фашистскую Германию, а остальные нам только помогали. Ну, например, мы просили второй фронт, а нам дали его только в июне 1944 года. Вот это же типично. Они ведь даже... Кто знает в Советском Союзе, что одновременно с высадкой в Нормандии в июне 1944 года происходило такого же примерно размера, гигантская, невероятно тяжелая высадка на остров Саепен в Тихом океане, высадка, которая потребовала не меньших усилий от Америки, как и высадка в Нормандии, а потери относительные, не абсолютные, относительные, были выше, чем Нормандии. Кто знает? Никто. Понятен. Ответ понятен. И последний вопрос. Может быть, вы знаете, вы занимались этим так обстоятельно. Вот Зальцмана, Исаака Зальцмана, директора танкограда в Челябинске, где собралось несколько заводов эвакуированных, его называли танковым королем России. Кому это принадлежит? Может быть, вы знаете происхождение этого титула? Нет, я не знаю. Честно говоря, я не знаю. Я думаю, что титулы одновременно даются в разных местах. Это такое народное движение там, здесь, а потом оно прилипает. Если кто-то один скажет, так вряд ли прилипнет. Ну да, да. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Самсон. Хорошо. Марк Каневский, вы... Он пропал, да, я так понимаю. Ну хорошо, тогда Владимир, отбьет yourself, пожалуйста. Владимир. Добрый вечер. Ну, во-первых, конечно, я хочу поблагодарить за доплат, лекцию, особенно за цифры и особенно за объем переработанной библиографии. У меня, собственно, не два не вопросы, у меня два комментария, надеюсь, очень короткие. Первый относительно нынешнего ленд-лиза. Ленд-лиза это прерогатива исполнительной власти. Президент отправляет все, что он считает необходимым по ленд-лизу как глава исполнительной власти за счет своих возможностей. сейчас снаряжение Украины идет за счет бюджета, что является прерогативой законодательной власти. Поскольку президент не уверен в том, как законодательная власть будет реагировать дальше, он хочет, я не обсуждаю прав президент или не прав, я говорю просто о положениях экономики. он хочет израсходовать все, что он может израсходовать из бюджета, а потом уже давать своей власти. Это то, что касается ленд-лизов. То есть это все будет на этот заначка. Второй комментарий у меня вот такой. Я хотел бы, если можно так сказать, заступиться за нью-йоркских строителей. Нисколько не умаляя блестящую организацию, ну, нелепо было бы умалять, блестящую организацию работы строительства кораблей «Либерди», я хотел сказать, что за 10 лет до этого был построен пайш-цент билдинг высотой 381 метр. Он был построен за 59 недель. тех, кто был в Нью-Йорке, знает, тут нет места для стройплощадки. Поэтому строительные конструкции привозили из Питтсбурга и прямо с колес монтировали. Вы себе представляете, без компьютеров сложность организации этого процесса. Они должны поступать в определенном порядке. Давайте не будем... Вопрос понятен, да. Вопрос понятен. Владимир, я уже четыре раза сказал, общество было другое, инженеры были другие, бюрократы были другие. Это все было возможно, потому что эта страна в то время работала. К примеру, который вы привели, я могу привести десяток. Я могу, может быть, и подумаю в сутки. Сколько, как я понимаю, я сейчас должен буду закончить, я хочу сказать, что я не согласен, что инженеры были другие. Я в восторге от этой страны сейчас, от этих инженеров сейчас и от способов работы в этой стране сейчас. Ну, хорошо. На своей правоте я обощрюю. Хорошо. Замечательно. Вопрос пока останемся. Спасибо, да, спасибо. А, Женя, Канэ, будьте добры, unmute yourself. Меня слышно? Да, да, слышно. Во-первых, огромнейшее вам спасибо за то, что вы рассказали. Для меня эта тема очень знакома, потому что я корабел, тут еще есть пару корабелов. Вот, Витя был Мишкевич, и вот я вижу Наташа, моя сотрудница. То, что вы рассказали, это действительно надо было давно, чтобы люди это понимали, что за этой инженерией, за техникой, за всем, как говорил у нас был такой один профессор, что в цифрах есть очень много поэзии, хотя сам он был полностью косноязычен. Так что вам огромное спасибо за то, что вы сказали, а для меня, как профессиональный, я корабел, чистый корабел, также у Катвити Мишкевич. А для меня это было просто, ну, знаете, пение души, слушать, как вы рассказывали, как это было сделано, и как это, что Америка достигла. Я хотел бы только добавить несколько вещей. Я не знаю, вы их упустили, потому что у вас, может, вы это даже и знаете, так как вы это не сказали, то тогда я это добавлю. Надо иметь в виду, что сам ФДР, он имел очень хорошее представление о Неви, потому что он был ассистент секретарь оф Неви с 1913 по 1920 год. Так что это было большим... Я добавлю, он отвечал за новые программы. Да, да, обязательно, потому что сам министр Неви, он занимался вопросами политики и так далее, а вот сам-то ФДР, он был в это дело вовлечен, и он именно понимал, что надо строить флот, и как его строить. Поэтому, когда это дело пришло уже к 40-му году, то он уже имел и государственный опыт огромный, и то, что он был 7 лет ассистент секретарь, и это очень здорово помогло. Далее можно сказать, что ФДР был большой оппортунист в том смысле, что когда надо, он накладывал полную лапу и устанавливал полный государственный контроль над многими программами. А когда надо, то он отдавал полностью капиталистам и так далее, и они делали так, как это нужно было. Он был полный в этом смысле оппортунист и действовал так, как это нужно было. Когда надо было, это было, его называют социалистом. Он отдавал, он полностью контролировал это. А когда надо, вот то, что произошло с этим, это действительно было проявлением, именно капитализм это все сделал. Теперь вот тут был очень интересный вопрос, который очень близок к моему сердцу. А именно задали вопрос, что видели, что чертят на полу и не за пульманами, не за кульманами, а чертят на столах. Я вам расскажу немножко одну небольшую историю. В Советском Бюро я работал в Конструкторском Бюро проектирующем танкера, а здесь я работал в отделе танкерном компании «Эксон». И в какой-то момент я работал два года в компании инженерной компании. Когда я туда пришел на интервью, то я там действительно чуть не упал с ног. Дело в том, что в Бюро мы чертили только на больших огромных столах на наклонных с линейками, которые представляли из себя огромную линейку с двумя колесиками, на которых были перекрестны натянутые нитки. Когда я пришел в это Бюро, в эту консультационную компанию, я увидел уголком глаза, я еще меня туда не пустили, я увидел вдруг вот эти такие же столы с такими же линейками, с натянутыми вот этими двумя нитками. Я буквально домой пришел, меня, я думал, что я не мог этому поверить. Потом я в этом Бюро работал два года здесь. Значит, почему это происходило? Дело в том, что в конструкторском Бюро в какой-то момент поставили вот эти кульманы у нас. И действительно, мы все схватились за них, это такая удобная вещь, мы все видели, что в Америке все чертят на кульманах, а мы с какими-то столами, с какими-то ниточками, на каких-то линейках. Через несколько недель все эти кульманы были выброшены. И вот почему. Жесткости этих чертежи корабельные очень длинные, очень большие. Столы у нас были огромные, потому что чертежи очень большие. Кульман, он только хорош только для черчения машиностроительных вещей, небольших. Дело в том, что когда вы кульман слева направо переведете на огромное расстояние, то у него жесткости не хватает, чтобы держать точно линию. А вот когда линейка у вас на этих ниточках, и эта линейка более полутора метров, то вы тогда можете чертить эту линию, так как она никуда, линейка жестко очень сидит на этих двух перекрестывающих вечеревочках. Вот это почему это происходит. Это из того, что эти чертежи очень большие. Очень интересный факт, что когда делалась разметка, а разметка на стали, это очень точная работа и требует очень большого искусства, и требует очень большой подготовки. В Америке таких специалистов не было. Их невозможно было подготовить. Я задам вопрос, и вы решите, это вообще-то связано с раскроем. Кого бы вы взяли на работу, чтобы делать этот раскрой? Портных, конечно. Кого? Портного. Портного. Вот так оно и было. Нанятие работы были назначены, наняты мгновенно куча портных, а их даже и учить не надо было. Они понимали и масштабы, они понимали кривые линии и так далее, и так далее. Это было выдающееся примитивное очень решение. Теперь вот еще, да, насчет сварки. Сварка была применена, это было великое достижение того, что это было сделано за такое короткое время. 30 секунд, 30 секунд. 30 секунд. 30 секунд, иногда тогда это только одну вещь. Скажите, пожалуйста, тут есть люди, которые порядка 82 лет, мне 82 года, и я в возрасте порядка трех лет, я вообще начал петь раньше, чем говорить. В тот момент была такая песня «Чеймс Кеннеди». Вы помните такую песню? Я нет. Нет, эта песня была создана в честь американских моряков Ленд-Лиза, которые ходили в Мурманск. Эта песня, она звучит так «Пам-парам-пам-пам-пам-пам, Джеймс Кеннеди, там-дарам-тарам-тарам-тарам, Джеймс Кеннеди», и она рассказывает о подвиге американского капитана, который плывет по Тихому, по Атлантическому океану, и который вот с ним все происходит, и там и на него, и на немцы нападают, и так далее. Выяснилось, я эту песню помню с возраста приблизительно трех лет, но называл я ее эту песню Джеймс Кеннеди, потому что так она мне звучала, вообще-то это Джеймс Кеннеди. Так вот, эта песня была создана, это советская песня, это не американская песня, несмотря на то, что она поется об Америке, мы думали, что это переводная песня, она не переводная песня, она создана, была в Советском Союзе в честь американских моряков, но музыка этой песни, это американская песня, я бы вам ее сыграл, но она у меня есть, это американская песня, а слова этой песни действительно написал советский песенник, я сейчас забыл его имя, очень интересный момент с этой песней, эту песню однажды пел уже после войны, она была запрещена, потому что эта песня была, ну, как бы, в честь американских америков, ее пели только где-то за 45-го, наверное, уже после речи Фултона, уже эту песню не пели, так вот один моряк, один офицер пишет, что он, будучи на корабле, слышал, как его капитан все время пел эту песню про Джеймс Кеннеди, и он был, он очень считал, что эта песня, ну, не соответствует того, и опасно петь ее на военном корабле, какую-то американскую песню, когда уже мы с Америкой были в холодной войне, и ему этот его помощник сказал, что, знаешь что, это неприлично петь такое, я считаю, не очень-то ты распевай эту песню, тогда он ему сказал, знаешь ли ты, что это советская песня, и тот был очень удивлен тем, что оказалась вот такая песня, но если вы хотите когда-нибудь, я вам эту песню целиком спою, она у меня, кстати, на экране, Игорь, дай мне одну минуту, я ее сейчас покажу. Игорь, давай, давай, не будем, все-таки вы как бы игнорируете замечания, я говорю 30 секунд, и вы никто не говорил 20 минут, извини, а там довольно долго. Огромное спасибо за 20 минут, это здесь песня очень-очень интересно. Хорошо, спасибо, Женя. Так, ask, кто он мьют, ММ, Марк, Марк? Yes. Да, да. У меня вопрос к Игоре такой, существовал ли во время войны в Соединенных Штатах какой-то аналог военной приемки, которая была в Советской оборонной промышленности? Обязательно, обязательно, на каждый корабль приезжала комиссия UCM, USMC и принимала корабль. Если это был танкер, приезжала команда приемщиков в Неви и принимала отдельно после этого танкер. Было очень много замещаний всегда и было много доделок, и это было абсолютной нормой на любых военных предприятиях. Абсолютной нормой на любых военных предприятиях. Был огромный штат людей, которые занимались приемками. Я встречал эту информацию везде и всюду. Спасибо. И маленькое замечание Женя, который передо мной задавал вопросы. Дело в том, что в песне о Джеймсе Кеннеди вообще-то были слова «И британский офицер Джеймс Кеннеди носит орден СССР Джеймс Кеннеди». Я уверенно это говорю, потому что мне уже больше существенно 82 лет и я прекрасно помню, как эту песню пели во время войны. Вы совершенно правы. На 100% вы правы. Ну, замечательно. Замечательно. Спасибо. Спасибо. Много узнаю. Спасибо. Спасибо. Наташа и Сергей Заремский. Анмют, пожалуйста. Да, да. Игорь, во-первых, великолепная презентация. Слушала просто разе на фронт, что говорит. Я окончила корабелку. И на практике один сезон я была на Адмиралтейском заводе, работала на плазу. Вы спрашивали, как чертят обводы корабля. Плаз в натуральную величину. Это колоссальные ангары, где чертеж делается в натуральную величину. Второй чертеж делается на столах. Все работают с микроскопом. Там невозможно допустить ошибки даже в миллиметре. Это то, что я хотела сказать. Сереже тоже есть вопрос. Спасибо. Спасибо. Это интересно. Интересно. Да, вопрос. Но прежде всего спасибо огромное. Очень интересное выступление действительно. И то, что оно снабжено такими цифрами, которые позволяют все это как-то ясно уложить. У меня такой вопрос возник. я когда читал про потери во время войны, у меня цифра потерь кораблей Liberty немного удивила. Низкий процент потерь в сравнении например с авиацией, где доходило до 16%, здесь мы видим процентов 8 кораблей погибло. С чем это связано? Ведь они практически были беззащитными. Значит да и нет. Они были беззащитными. Ну так давайте честно скажем. Значит война началась 7 декабря. 11 декабря немцы объявили войну Соединенным Штатам и сразу же с конца декабря у американского побережья Атлантического стали крутиться немецкие подводные лодки. Значит это трагическое тяжелое невероятно неприятное для американцев история. Американцы прозевали сильно прозевали сделать что-то для борьбы чтобы отогнать подлодки от побережья. Вы знаете как они крутились? Они стояли в двух километрах от Балтимора и они иногда даже всплывали четыре лодки и смотрели. Ой об этом была тяжелейшая статья лет двадцать назад в Атлантик Манси. Дело в том что Америка очень демократическая страна и здесь каждый любит качать права. Это тяжелая история. Значит когда корабли ленд-лизовские отплывали от берега то на фоне городов портов полностью освещенных вечером и ночью они смотрелись просто как идеальная невероятно удобная для подводок мишень. Все попытки Министерства обороны и НЭВИ уговорить мэров Нью-Йорка Балтимора Бостона и всех остальных городов откуда отплывали корабли вечером выключать в городах освещение особенно на набережных долгое время не приводили ни к чему. Корабли расстреливали в видимости города. Корабли успевали отойти на две мили и их расстреливали. Все основные посели пришлись на 1942 год. Ну почти все имею ввиду пришлись на 1942 год. Потом медленно к лету все это пока перекрутилось пока к лету корабли фрегаты эсминцы стали бороться с подводными лодками и помните их было сбито 700 с чем-то было подбито подводных лодок уничтожено вот медленно их стали отодвигать и их уже стало труднее в океане находить и труднее убивать. Возникла вторая проблема половина маршрута в Англию эти сухогрузы эти конвои сопровождал канадский флот военный а канадский военный флот был ну в четыре раза хуже американского то есть канадцы не во-первых корабли были хуже во-вторых организационные способности сопровождать конвои были гораздо ниже и немецкие подлодки переключились на этот отрезок пути от берега до середины Атлантики где сопровождали канадцы потом их встречали англичане и там уже все было совсем по-другому поэтому в основном потери пришлись во-первых на первые месяцы во-вторых на канадский кусок маршрута и третье но известное событие в северных морях почему сухогрузы такие ледяные приходили потому что они же уходили от берега так далеко чтобы из Норвегии которая была немецкая Норвегия чтобы немецкие бомбардировщики не могли их бомбить они уходили ровно на то расстояние чтобы немецкие бомбардировщики до них не доставали а это было очень далеко от берега и в этих далеких берегах на далеких расстояниях было холодно лед шторма и и так далее и туда опять-таки переходили немецкие подлодки хотя и в меньшем количестве этот конвой номер 17 история наверное всем известна но я думаю что я ответил на ваш вопрос 200 кораблей за время войны это основные основные потери 1942 года спасибо очень интересный ответ я впервые услышал так вот спасибо ты знаешь Игорь эта статья страниц на 15 в Атлантик Мансли подробная подробная об этом об этих событиях она меня не оставляет до сих пор может быть если есть линк пришли пожалуйста о нет это было нет у меня линка нет это было это осталось в памяти хорошо хорошо понятно да да Михаил Бресман пожалуйста добрый вечер добрый вечер меня слышно Игорь у меня такой вопрос в начале вашей презентации вы рассказали вы начали с того что о письме Черчилля Крузовет о том что Черчилль умолял Соединенные Штаты помочь Англии иначе Англии будет не справиться и произойдет капитуляция или захват немцами и так далее погибнет и далее в вашем рассказе вы несколько раз упомянули что Англия оказывала помощь Советскому Союзу это было упомянуто пару раз мне непонятно за счет каких ресурсов Англия тогда помогала Советскому Союзу если она сама умоляла Соединенные Штаты оказать ей помощь иначе она погибнет как это взаимосвязано у вас великолепный вопрос я знаю на него ответ дело в том что 22 июня 41 года Рузвельт был абсолютно не готов помогать Советскому Союзу по политическим причинам но вот Черчилль Черчилль мгновенно понял что нападение Германии на Советский Союз это невероятно выигрышный лотарейный билет для Великобритании он сразу понял все он выступил с некомпозиционной поддержкой по Советскому радио 24 июня вечера это был первый лидер за пределами Советского Союза который выступил для народа Советского Союза еще война еще второй день еще никто толком ничего не знал он выступил и сказал что Англия вам поможет Англия на вашей стороне немедленно немедленно была организована первая помощь в Мурманске причем это не было не просто помощь это был как потом выяснилось самый сильный удар по Великобритании самый сильный военный удар по Великобритании потому что в Мурманск было отправлено 200 танков ну кроме всего в июне в конце июня было отправлено 200 танков которые стояли в порту мистол по-моему готовые к отправке в Сингапур в Сингапуре к тому времени сложилась очень тяжелая ситуация для англичан и не отправка этих 200 танков в Сингапур привела к тому что Сингапур пал и 80 тысяч английских солдат и офицеров было взято в плен японцами это самая большая одноразовая потеря англичан за время войны и как считают американские и английские военные историки если бы этих 200 танков пришло для обороны Сингапура а что такое Сингапур Сингапур это маленький кусочек полуострова 200 танков они считают это наверняка бы наверняка остановило бы японцев там были другие проблемы там было то что япон что англичане ждали атаку с моря она пришла сушить но это уже все вторично поэтому англия и черчилль они совершили какой-то невероятный подвиг с точки зрения помощи советскому союзу явно явно ущерб себе вот такой был черчилль но все равно непонятно значит у них были ресурсы письма письмо русских не должно было быть нет Англия воевала Англия воевала у нее была армия у нее были ресурсы причем армия воевала во всех океанах это Британская империя воевала и они туда-сюда туда-сюда посылали корабли ведь Британия владела морями а не Америка да понимаете но они они приняли у них была армия они непрерывно работали непрерывно они ведь победили за счет того что в сороковом году вернее так они не проиграли за счет того что на каждый немецкий самолет построенный в Германию они в сороковом году строили три самолета это огромная страна с гигантскими ресурсами но это Англия я очень уважаю то что Англия сделала во время войны у меня есть несколько книг у Англии во время войны они просто фантастические вспомним королеву недавно умершую которая сразу же пошла работать на военную военную военной транспортную организацию и там много всего было такого а чего стоит заявление заявление кто тогда был король тогда еще был в начале войны да или нет уже королева была я не помню кто в начале войны чего стоит заявление то когда в сороковом году сначала же бомбили немцы промышленные районы и промышленные предприятия а потом был налет на Лондон и бомбы попали в королевскую резиденцию и я не помню король или королева тогда были король король был тогда король выступил с официальным заявлением что слава богу немцы бомбили мою резиденцию моих дворец и я себя чувствую порядочным человеком а не просто наблюдателем того как бомбят рабочие районы вы представляете Сталин такое что бы сказал потом система большое спасибо система противовоздушной обороны Англии лучше отдельная уникальная вот эти математические гении Тьюринг и другие которые организовывались это целая большая история да хорошо Элиазер будьте добры анмют спасибо Игорь замечательное представление как все что вы докладываете все что вы делаете неблагодарность поразительная американцами иначе чем пиндосами и не называют а роли Англии вообще ничего совершенно никогда не говорит в споре между роли личности и общества я всегда стою на стороне личности в то время были Черчилль Рузвельт были в то время была статья Гибельфарба ноу Гитлер ноу Холокост я совершенно убежден в том что если бы во главе Германии не сидел в Гитлере 6 миллионов всех евреев остались бы живы только один человек сегодня мы думаем о том что если Путин Путин один организовал ту войну которая сейчас идет уже погибло около 100-300 человек их убил один Путин но это не совсем так потому что Путин настолько имеет огромную поддержку всего своего населения что каждый человек который его поддерживает тоже в такой же степени убийца еще один маленькое воспоминание 4-летнего ребенка который помнит бомбежки Москвы в Москве затемнение сейчас в день у вас световая полоса пожалуйста закройте когда я рассказывал о том что я помню бомбежки Москвы немецкому профессору вы не можете помнить самолеты не могли лететь так далеко Рольф они что летели из Берлина немецкие мотоциклы уже видели на Ленинградском шоссе понятно что аэродромы были поблизости и понятно что бомбежки были очень суровыми спасибо я знаете что Игорь Игорь да время я забыл сказать что у нас сегодня 49 лет до того как мы покинули еще раз поздравляю спасибо большое спасибо Игорь я могу рассказать маленькую историю о кораблях Латвиз да в смысле а то что вы рассказали это не считается историей да это как бы я маленькую расскажу ну конечно так ограничения у тех кто задает вопросы а лектор он считает значит кто меня еще слушает маленькая история ну для американцев основная война очень долгие годы была на Тихом океане и я призываю всех самих или сказать детям или сказать внуков чтобы они обязательно посетили главный военный музей Соединенных Штатов главный военный музей Второй мировой войны который находится который находится в самом необычном месте в городе Новый Орлеан Новый Орлеан значит это потрясающий музей я я сейчас три минуты значит этот музей выглядит так там после всего после вы там едете на поезде пятое десятое приезжаете на станцию и два рукава два отдельных музея не связанных у вас выбор налево или направо один называется дорога на Токио второй называется дорога на Берлин ну дорогу на Берлин я знаю я пошел дорогу на Токио я узнал там ну окей я узнал там много чего очень здорово туда сходить и посмотреть что такое была война для американцев на Тихом океане она была страшнее намного страшнее войны войны в Европе это мы можем как мы из отдельно по этому поводу поговорить но американцев значит тактика стратегия была как можно ближе приблизиться к Японии для того чтобы и так далее то есть война началась очень далеко от Японии чтобы Япония капитулировала ее надо было захватить или там пятое-десятое для этого надо приближаться к Японии и вся война это была тяжелая война за острова все ближе 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 к Японии и когда как бы уже война заканчивалась японцы просто офонарели они не могли понять простую вещь как так получается что не успеют американцы захватить какой-нибудь говняный пустой остров который казалось бы нечего захватывать как сразу у американцев возникает резкое увеличение возможности бомбить японцев все дальше и дальше то выяснилось что американцы все острова где они захватывали уже через месяц строили бетонные аэродромы бетонные аэродромы хрен знает где 3000 миль остров в океане оказывается корабли свободы возили туда как самый главный груз цемент и щебень поэтому американские самолеты уже через месяц могли организовать там базу и в любую погоду взлетать и работать а японцы до конца войны взлетали с грунтовых аэродромов и в любую плохую погоду не могли летать корабли свободы возили не только танки они возили цемент и щебень и это сыграло огромную роль в победе над Японией это очень интересно я про это тоже не знал здорово спасибо теперь я поскольку у меня тоже поднятая рука можно я пару вопросов вот вот один такой он немного напоминает один из заданных ранее вопросов он такой вот темпы строительства совершенно поражают но ведь темпы развертывания оборонной промышленности в России в Урале в Сибири тоже поражают там какими-то фантастическими темпами это делалось проводились ли какие-то сравнения грубо говоря можно ли ту ну тоже какую-то организационную так сказать работу и конечно принуждение которое использовалось в Советской России и так далее можно ли это сравнить есть ли какие-то может быть примеры сопоставительные и так далее чтобы сказать что-то лучше что-то хуже в этом аспекте конкретно очень трудно даже начать говорить потому что в России завод передисклотировался вместе с рабочими и вместе с вместе с вместе с заводом передисклотировались люди работающие на нем поэтому организовать на новом месте работу старого завода было гораздо проще чем построить новый завод на новом месте без всяких людей без всяких специалистов а никаких цифр у меня нет я знаю конечно что все работало с колес начинали выпускать танки до строительства завода я это все знаю но там уже был Зальцман там уже был Фельсман и прочее не ну Ванников там еще был это понятно все но завод приходил с людьми да конечно конечно ну да а здесь не было этих людей вообще не было инженеров этой специальности ответ понят трудно сравнить согласен да теперь второй вопрос это скорее из области так сказать такой поэзии это мне вспомнилась история когда такой Алехин Александр да по-моему чемпион мира по шахматам да как он играл в шахматы в поезде ему предложил какой-то партнер поиграть в шахматы поскольку говорит я вас не знаю я вам даю как это фору ладью но они сыграли Алёхин согласился и проиграл а потом я знаю он говорит ну давайте теперь я хочу отыграться я вам даю ладью тот говорит ну как он говорит да я попробовал и Алёхин выиграл тогда этот говорит давай я и так они играли раза два или три и этот был в полном недоумении на что Алёхин сказал что-то мне кажется может быть этот ладья вообще ни к чему зачем он и вот у меня вопрос ведь ваш пример насчет насчет Сан-Франциско как бы по контрасту с тем что творилось в те годы ставит вопрос о компьютерах ведь вы представьте эту ну совершенно феноминальную разницу да вот современное компьютерное обеспечение и то что было тогда это вообще у меня никогда вот вызывает чувство полного изумления как тогда люди выхитрялись без компьютеров делать то что сейчас и вот неужели же получая при всем том там отношение к труду то что вы говорили и так далее но ведь вот эти компьютеры которые казалось бы несравненно позволяют ускорить по крайней мере проектирование я не говорю само вот возведение бетонных но проектировать и здесь колоссально долго все идет как вы все-таки это объясняете в этом есть какая-то абсолютная мистика Игорь а почему сравнивать надо со столетинством корабля давайте с Римом сравним с Римом пантеон в Риме стоит до сих пор ему 2000 лет он сохранился как вчера построен но я говорю про темпы компьютеры должны сократить время где же они к черту сокращают время если десятками лет проектировать слушайте Игорь в 13 веке в 13-14 Франция построила 80 гигантских кафедральных собора гигантских да 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 маленькая страна там было тогда 7 или 8 миллионов человек 80 гигантских кафедралов которые почти все стоят сегодня без компьютеров я вам даже скажу даже без Кульмана даже без этих может ладья была не нужна и может эти компьютеры не нужны вот и ведь я к чему я тоже так думаю я тоже так думаю кстати я вам когда-нибудь расскажу когда-нибудь расскажу как делались чертежи для этих кафедральных соборов 13 веке очень интересная история это фантаст да согласен чертежи существовали и приемная комиссия была принимали чертежи принимали все но бумаги не было вот интересно это да это в какой-то мере какие-то вещи совершенно как это mind blowing как они говорят ну хорошо спасибо так теперь Лена да Лена все добрые да Лена онмьют Лена там внизу есть слева кнопочка такая онмьют онмьют не палец не помогает лучше курсора все произошло вот видите все получается просто у меня по другому немножко неважно спасибо вопрос собственно у меня два вопроса и один маленький комментарий если можно дело в том что я давно интересовалась этим вопросом вообще Лизой читала об этом как была потрясающая помощь как много ее было в самых разных областях так сказать военных и невоенных как много получили гражданские люди и военные естественно армия советская я имею ввиду поэтому у меня первый раз я сегодня увидела это сравнение с помощью Англии и меня удивило мне это оказалось что самая большая помощь буквально в количественном выражении была предоставлена Советскому Союзу сегодня меня немножко удивило я не к тому что Англия не заслуживала этой помощи а просто исходя из так сказать колоссального театра действий в Советском Союзе как мне казалось вот эта помощь которая была которая во много раз больше которая была оказана Англии но не считая того что конечно Англия война для нее началась в 1939 году тем не менее меня это немножко удивило если можно вот можно конкретнее да спасибо дело в том Лена что для нас для Советского Союза для людей из Советского Союза мы ведь не знаем о Второй мировой войне то есть мы знаем один сектор война в Германии значит война и в огромной степени перелом войны произошел в Африке в 1941 в 1942 годах там была перемолота такая мощь немецкая особенно танковая и там были перемолоты такие возможности немцев получать ресурсы и там немцы потеряли так много энергии и сил а это все Англия и Америка в основном Англия туда шла огромная американская помощь и Англия там воевала воевала за этот ближний восток за северную Африку северная Африка сыграла огромную роль огромную роль которую мы сейчас не будем обсуждать просто скажем что это была огромная роль вот ну и опять-таки размеры фронтов Англия воевала в разных местах от Австралии до самой Англии везде и всюду и везде нужно было помогать потом понимаете еще что разнилась конечно помощь по номенклатуре допустим Англии не помогали танками но Англии существенно помогали самолетам и Англии существенно помогали всеми приборами всеми всеми штуками нужными для самолетов огромном количестве в огромном смысле самолеты английские окомплектовались американскими всевозможными деталями и всем прочим ну в общем вот так так получилось плюс плюс Лене английская помощь началась в начале сорокового года а американская Россия началась в конце сорок первого да и это сыграло все вместе конечно спасибо гораздо понятнее действительно когда я сказала о театре военных действий о том что якобы мы больше на территории гигантского Советского Союза и потом Европы я действительно напрочь впустил из виду мировые масштабы войны англичан с немцами очень важно очень важно сказать что ведь высадка союзника в Европе произошла не 6 июня 44 года а осенью 42 в Сицилии там много крови было пролито очень там много крови было пролито да спасибо удачная операция была все да просто один маленькое замечание к тому что вы или кто-то из гостей здесь упомянул то что в армии америка не в армии америка в армии тоже и среди промышленников всех кого угодно было очень много людей в принципе немерзкой национальности то есть когда-то выходцев из Германии кто-то раньше кто-то позже известно что в Америке их колоссальное количество процентном отношении а я еще хочу сказать к тому что в России в Советском Союзе в первые же дни войны колоссальное количество людей немецкого происхождения те которые в основном это были те кто появились в России со времен Екатерины приглашенные в Россию и среди них было очень много и просто вообще людей от крестьян до интеллигенции уже не говоря о тех кто приехали в Советский Союз как беженцы антифашисты немецкие они все были отправлены почти все но не все но очень многие из них 80% наверняка были отправлены в так называемый трудлагеря которые практически ничем не отличались от конституционных лагерей Германии только что они там в какой-то все там они тоже работали конечно на оборону что говорить как все лагерники но их интеллект или другие возможности совершенно не использовались а больше того люди просто уничтожались я это знаю точно понятно это правда ну да примерно то же делалось с японцами в Америке но зато потом я не понимаю почему немцев это не было применено в Америке слава богу что не было а к японцам было ну по-видимому здесь ну давайте я в другой раз расскажу хорошо там очень много поминалось мы говорили о потерях почему как потери сравнительно что они были низкие на судах Либерти и в общем-то Игорь правильно сказал что это в самом начале были большие потери а потом так что вот эти две вещи они позволили сломать хребет немецкой деятельности подводных лодок которые вообще-то потом переместились в северную Атлантику и они там если вы вы наверное это все знаете что они там стояли волчьими стаями иногда они входили прямо в центр в центр конвоя и прямо из центра конвоя расстреливали эти суда так это было в начале а потом когда уже появились опять-таки сонары радиолокационные определения поиска лодок и другая еще возможно появилась это самолетные самолеты начали дальше летать из Норвегии и Шотландии и в конце концов оказалось что самолетами было больше уничтожено чем вот с помощью военно-морского флота оборудованного сонарами ну вы знаете что о Туринге был кинофильм наверное вы его смотрели как он назывался The Imitation Game это было о том как он как он во время войны создавал это вот эту и компьютер и эту технику статистическую и как он создавал этот компьютер который позволял ему то есть он начал расшифровывать если вы помните вам знакомо это именно Enigma это шифровальная машина это шифровальная машина и у них было очень много типов но вот этот тип он занялся машиной именно военно-морского флота и они знали всю коммуникацию та которая которая управлялся немецкий флот и теперь небольшое замечание относительно то что Игорь вы сказали что везли самолеты щебень и так далее и на островах сразу же строились аэродромы к тому моменту когда надо было бросать атомную бомбу морская авиация полностью разгромила Японию и морская авиация была категорически против использования атомной бомбы потому что они говорили что мы уже так сказать бомбим Японию авиация Японии была уничтожена и военно-морская авиация Америки она говорила что использование бомбы абсолютно не нужно что они доконают Японию просто так Труман это уже решил на основе больше политических соображений а именно взаимоотношений с Советским Союзом и он принял решение бомбить бросить эти две бомбы Это вопрос Спасибо Это будет отдельная лекция Это очень интересно если вы расскажете то это очень интересный момент как это дело в том что Труман когда он встал на пост он имения понятия не имел что существует атомная бомба Знаете если я могу себя назвать специалистом в каком-то вопросе то это вопрос Трумана Я Трумана биографию знаю наизусть и могу о нем много рассказать и как-то все происходило тоже Давайте туда это отложим Это отдельно Это очень интересно Это очень интересный Хорошо Спасибо Спасибо Стан пожалуйста Unmute Да Спасибо Стан Да Спасибо 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 докладчику Очень интересно Вполне согласен со всеми что это не хуже поэзии история собственно говоря тоже аспект жизни каждого Несколько замечаний по мелочам чтобы не забыть Игорь который наш глава семинара сказал что есть вредительство и есть саботаж Да Когда вредят а саботаж когда ничего не делают Это в русских терминах так А в английском саботаж есть это и просто означает вредительство А В России это более тонкая дефиниция конечно Относительно японцев которых отправили в резервации предыдущему выступавшей разница с немцами была крупная Японцы же напали на Америку немцы не нападали В таком плане по крайней мере совершенно дикой это вывозки в Перл-Харборе Америка и объявила войну только после этого Японии одной Штатам Германии война не объявлялась Стоп-стоп Гитлер же объявил войну Америки Гитлер объявил да Я хочу сказать что позиция Америки была в отношении японцев американских именно такая что да они могут быть вот этой самой пятой колонной поэтому они были посажены в резервации где в отличие от советских вариантов я слышал на ютубе разные выступления жителей этих резерваций как они играли в футбол как у них были школы и так далее сравнить нельзя с советским вариантом тоже вот был вопрос докладчику от Игоря Манделя интересный относительно того что где более эффективно производство оружия все-таки шло в советских там этих условиях шарашек и разных там заводов где вот опасностью для жизни так сказать должны были работать или в американских где компании зарабатывали на этом вопрос в сущности какая система экономически и в итоге в производстве более эффективна очевидно вот по итогам войны что эпатистическое производили гораздо больше как вот мы услышали и докладчику вопрос как я понял если не ошибаюсь в деньгах 40-х годов около 50 биллионов долларов в целом ушло на ленд-лис 50.1 до 50 50 миллиардов 100 да-да-да типа 30 англии 10 11 11 да-да-да и вот интересно сравнить что к вопросу ядерного оружия создававшегося в то же время весь Манхэттен проект за там пять лет существования и создание массы новых городов и работ тысяч лабораторий на него оценивается в 2 биллиона долларов тех денег 40-го года то есть ленд-лис играл гораздо более существенную роль в победе в целом в войне по сравнению с этими бомбами которые кстати сказать у Трумана были основания бросить несмотря на исчезновение японской авиации потому что Япония не собиралась сдаваться и гибли ежедневно десятки тысяч американских моряков оценивается есть гигантские оценки почему это надо было сделать как можно раньше в Европе уже все закончилось а в Тихом океане не собираются прекращать поэтому это имело свой смысл потому что никто не знал в те времена каковы будут последствия по центру американцев паскали голыми руками по центру американцев захват высадка на Окинаве обошлась бы американцам около миллиона убитыми совершенно верно и туда уже посылали гигантское количество материалов чтобы перевозить трупы ну да это это немного мы отклоняем но в принципе да я все-таки скажу что я я не говорил о том где ну ты не сказал прямо я сказал что я сказал про одно только стан я сказал про развертывание заводов на новой территории версус развертывание нового производства это таким образом окей я вообще это именно таким образом что здесь видно что работает все-таки капитализм естественно я с этим абсолютно не спорю здесь это видно результатов ну и наконец к вопросу какое было тогда общество и какое сейчас общество почему тогда общество так мощно мобилизовалось и создавало за невероятные сроки прямо за дни чудовищные там корабли скажем а сейчас вот там это самое метро сан-французская но примерность то скажешь так же что ну скажем в СССР где-то в 80-м году в Москве построили здание ЦИМИ Центральный экономик и экономический институт совершенно случайно когда об этом сообщили что построено это огромное здание высотного прям типа я случайно попал журнал какой-то 50-х годов советский же где была статья что заложен фундамент и быстрыми темпами идет строительство нового здания вот этого ЦИМИ то есть прошло 30 лет и наконец достроили ну и как многое другое это не только говорит о темпах вообще там строительства ну или бам или чего угодно но расслабленность общества это не обязательно даже скажем там воровство или отмывание денег как могло быть и в Сан-Франциско и известном СССР но нет необходимости активно выживать поэтому я не думаю что сейчас ситуация ужасно плохая в Штатах и не сравнить там со столетней данностью в смысле в том что уже не то население не то общество оно мгновенно станет тем когда это реально будет нужно для выживания это сейчас когда все на отдыхе идут все эти теории там на расслабление на вейкенинг или там CRT и там и все другие если речь пойдет о ну предположим что называется фу-ть-фу-ть-фу какой-нибудь ядерной войне несомненно что американское общество проснется по-настоящему не в идиотских этих вейкенинг ну я стану понятно ты уже ну конечно я заканчиваю я понял стами американскую воду пить так сказать ну хорошо все спасибо спасибо большое еще раз спасибо марк каневский после долгих попыток так сказать материализоваться вот сейчас кажется марк нажмите на кнопочку и еще там вижу вижу но марк давно пытался там есть слева кнопка mute и unmute на экране марк это не каждому дается ну попробуйте я одно нажал о вот видите слышно да слышно меня да 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 меня слышно да слышно и видно это большой успех очень хорошо значит я готовил как я вам написал сейчас в чате я готовил вопрос который я еще готовил Геннадию Кацову поэтому он не по теме поэтому совсем не обязательно вы уже все замучились сейчас его озвучивать и если в следующий раз я вот сейчас нашел как теперь мне подключаться да да он не срочный он немножко перекликается с вопросом который вот сейчас стан задал он немножко касается так марк говорите а какой вопрос говорите говорите да он непростой ну что 20 часов может еще потерпеть я сейчас два слова значит почему я хочу его задать когда ну я не знаю раз вы мне даете я попробую когда я приехал в Америку в 91 году через некоторое время я определил что такое западная цивилизация для себя я определил что это не только демократия не только свободный рынок капитализм и свободная пресса независимые суды но еще система отношений между людьми я с удивлением увидел что так возможно что исключительно доброжелательное отношение между людьми в бытовом плане в личном плане и совмещающиеся с жесткой конкуренцией не только между компаниями но и внутри компаний вот это я наблюдал вот это вот это именно не просто демократия именно западная цивилизация это дает и последние годы я обнаруживаю что половина примерно населения Америки не приемлет вот эту самую западную цивилизацию и мне хотелось поскольку я живу в Родайленде и круг общения у меня намного меньше чем у вас в Бостоне я исчерпал его ни американцы ни рус ни русскоговорящий не могли мне внятно как-то объяснить почему они почему они голосуют за демократов почему я спрашивал пардон я понимаю что это может быть запрещенный вопрос или вопрос не по чем ничего тут нет запрещенного вопрос понятен да вот отвечать я хочу услышать от кого-нибудь от вас Игорь председателя или от Игоря докладчика или от кого-нибудь вот эту мотивацию почему сейчас я вас понял Марк дайте я отвечу следующим образом у нас будет я думаю очень скоро будет серьезный вечер на эту тему где будут выступать очень грамотные люди я очень надеюсь и со стороны не демократов из-за стороны демократов и мы подробно эту тему обсудим вы задали чрезвычайно важный вопрос на который сложно кратко ответить замечательно если вы не обращаете да потерпите я обещаю серьезных людей на этот счет хорошо я потерплю с удовольствием спасибо спасибо теперь Саша Бархавин да да спасибо Игорь Ядович спасибо как всегда очень интересно правда я ну поскольку это не первая даже по-моему не вторая лекция твоя на эту тему и близкую которую я слушаю нового для меня не так много но вот одно меня удивило это вот это вот контроль тихоокеанских тихоокеанского ленд-лиза тихоокеанских поставок японцами по договоренности судя по всему с Советским Союзом если можно какие-нибудь подробности какие были какие были мотивации сколько это действовало от начала и до конца войны и кстати ну и поскольку здесь несколько раз поднимался вопрос почему вот тогда так можно было а сейчас нет это просто замечание на эту тему а вот до войны скажем можно ли было спокойно уволить нерадивого работника который не справляется с обязанностями не боясь что за него вступится в Сопрос Союз что он подаст в суд и прочее это так сказать ответ на предыдущие вопросы это другое а вот вопрос к Игорю по поводу по поводу на насчет контроля японцами потому что это выглядит как-то очень хорошо значит Советский Союз получает гигантскую помощь от Америки которая воюет с японцами один два Советский Союз больших количеств продает всю войну нефть Японии удивляет ну известно да не удивляет мир между ними же был там же договор значит Япония не вступила в войну против Советского Союза в 41 году чего боялись и было заключено соглашение я не знаю когда точно но между двумя государствами было заключено соглашение что они остались не крайне поскольку Япония была одним из союзников Соединенных Германии то уступив Германии Япония не пропускала любую военную помощь а пропускала только не военную но Япония же воевала с Соединенными Штатами то есть она пропускала это понятно что Япония могла быть нейтральной в войне Советского Союза с Германией но Япония воевала с Соединенными Штатами Япония Япония была выгодна когда часть ресурсов шла не на фронт в войны с Японией а шла в Советский Союз значительная большая и существенная это резонно плюс основная проблема и причина войны отсутствие ресурсов и из-за то что Советский Союз Сахалина непрерывно гнал нефть Япония могла на многие вещи закрыть глаза это были двухсторонние соглашения знаешь во внешней политике цинизма больше чем логики и это было вот проявление ну вот ты это объясняешь логически вот собственно говоря и все да это это для меня кстати тоже новость была это очень интересный пункт ты говоришь что ты поднял насчет я согласен с Александром 50% ленд-лиза ни один корабль не погиб все было абсолютно честно нормально все корабли я забыл название на карте у меня там был название острова был где таможня была и все корабли останавливались и прыгали да то есть это грубо говоря эти нефть а мы вам американские товары а вы нам нет вот такая примерно забава и мы и мы дружим хотя враги да и мы вот так вот да ну хорошо с этим ясно теперь у меня два таких значит сомнительных две руки в том смысле что они Алекс Хенкин это у вас случайно поднятая рука или это закономерность Алекс вы хотите нет не случайно я вас единственное вас и Женю если Женя не случайно очень прошу быть краткими смотрите сколько времени давайте кратко 10 секунд тут Сережа Заремский спросил количество кораблей конвоев Liberty так вот была интересная статистика я посмотрел во время второй мировой войны из четырех бренчес американских вооруженных сил авиация армия флот и Merchant Marines кто потерял большее количество людей я всегда думал что мы были Marines потому что они воевали с Японией они дрались за каждый остров выяснилось что количество потерь морского флота Merchant Marines был в два раза выше чем у Marines которые воевали с Японцами количество людей погибших на этих кораблях было 4% меня это абсолютно поразило но это статистика которая дошла на интернете это тяжелые потери 1500 кораблей было если была самая опасная часть вооруженных сил для службы это были Merchant Marines остальное я могу пропустить не важно все спасибо спасибо Игорь я хочу сказать что после войны были сделаны расчеты которые сказали что американские расчеты которые сказали американцы слишком много тратили на авиацию это неправильно она оказалась не такой эффективной для победы и слишком мало тратили на военно морское на флот на все что плавает то есть несмотря на вот эти огромные затраты на флот они посчитали что надо было тратить на самом деле еще больше но эти стратегические ошибки я думаю неизбежны никто же не понимал затраты на авианосцы они куда относились это Navy только Navy и вообще большинство плавающего это была небольшая программа но Саша 27 авианосцев 18 тяжелых и 9 легких невероятно да значит Женя вы это вы не шутите да Игорь нет не шучу у меня два таких замечания одно замечание Игорь стану война была объявлена первой Германии 11 декабря она была Гитлер без без консультации с кем бы то ни было объявил войну Германии сам лично только после этого только после этого конгресс американский через несколько часов объявил войну Германии так что это неправильно сказать что как бы Германия не объявляла войну Америке она объявила это сделал сам лично Гитлер он стан такого и не говорил я слышал это Женя вы ошиблись тогда это факт который всем известен это известный факт теперь да теперь о том что что происходило во время войны между международными компаниями и Германией то многие multinational компания и американские они поставляли они продолжали поставлять многие вещи Германии в частности стандарт и многие другие компании их отделения которые были разбросаны по всему миру включая Бразилию Аргентину и так далее они продолжали взаимодействовать с Германией и последнее последнее опять таки то что когда говорили о том что Америка должна потерять миллион человек высаживаясь в Японии это было сделано на основе экстраполяции с нескольких островов где Америка воевала с Японией по-моему один из них Ивашима и так далее и так далее но опять таки к тому моменту когда уже надо было это делать Япония да там были люди которые были сражаться до последнего но Япония была не защищена с неба она была полностью открыта а японская авиация была полностью уничтожена и опять я повторяю что об этом я читал что военно-морской флот который владел авиацией он категорически выступал против применения атомной бомбы они говорили дайте нам время и мы всю эту Японию все эти там войска которые есть мы их полностью изутюжим и когда выбирались два города на которые нужно которые нужно было бомбить то основные два основные параметры которые они рассматривали до выбора их двух городов то их всего осталось два где надо было им нужно было точно знать что разрушено от бомбы а что разрушено что разрушено уже авиацией и таких городов осталось только два это Хиросима и Нагасаки и Нагасаки и так они это с точки зрения военные там были очень мелкие объемные объекты они не представляли никакого интереса для того чтобы быть разбомбленными их разбомбили только по одному по одному принципу потому что они были не разрушены и было тогда уже точно определено что же было разрушено с помощью атомной бомбы ясно спасибо очень поздно и пора на самом деле закругляться давайте давайте тогда Саш теперь вы что ли шутите или что да нет я вот просто хотел сказать что во первых города было не два а три по крайней мере Киота рассматривалась мелкие вещи давайте не будем во вторых там была и довольно приличная военная промышленность в обоих этих городах а в третьих Японии был в общем-то объявлен ультиматум что это будет и ответа не было а ответ с ответом получилось очень я читал статью где говорят что ответ был причем ответ был по идее по японски если читать что они склонны это дело принять им нужно время но тонкости перевода разные языки перевод получился что мы на это не обращаем внимания и тогда было принято решение что это уже тема совершенно другого но хорошо тогда будем считать что на этом вопросы закончились тогда я хочу сказать Игорь большое спасибо всем участникам вопросы были замечательные я думаю что у нас сложилось кое-какое впечатление общее о событиях с сороковых годов и о том как Америка в общем-то смогла буквально по сто месяцев организовать огромное производство и перемещение товаров на тысячи мель морским путем вот об этом была моя презентация и я думаю что мы кое-кто узнали спасибо огромное спасибо Игорь я думаю все присоединятся что это была великолепная презентация просто великолепная и я очень много нового узнал и все я полагаю так что все очень довольны Игорь здорово так что готовься через энное время рассказывать что-нибудь другое но на этом позвольте тогда закончить спасибо всем за участие героям кто досидел до сих пор в два раза меньше чем было по максимуму всего доброго спокойной ночи следующая презентация спасибо спокойной ночи спокойной ночи